Чёрное зеркало Сегодняшнее ток-шоу, оно очень грустное, жестокое и страшное Теракты, которые вчера сотрясли всю Европу Теракт в Ницце, который унёс как минимум 84 жизни О том, что происходило вчера на набережной в Ницце Мы сегодня следили все со страхом со всех информагентств По телевидению, на радио, в прессе И более-менее представляем себе картину Что происходит в городе охваченным ужасом Сейчас нам поможет разобраться моя коллега Светлана Чернецкая На вторые сутки работает уже в Ницце Света, приветствую тебя ещё раз Скажи, пожалуйста, какая информация тебе известна на эту минуту? Как живёт город? Да, Лёша, вот ты правильно сказал, что город в ужасе просто Действительно, обычно вот эта английская набережная Где произошёл теракт, она обычно просто наполнена людьми Здесь тысячи и тысячи туристов Это самая главная достопримечательность города Здесь очень много кафешек, ресторанов Здесь же пляж, где люди отдыхают Сейчас это всё перекрыто Вот вы видите этот белый забор Это ним полицейские отгородили место происшествия И заблокирована дорога где-то вот на протяжительностью 2 километра, а то и больше Именно вот на этом участке в 2 километра водитель грузовика ехал зигзагами Медленно, очевидно, пытаясь сбить как можно больше людей Вот то, что больше всего ужасает в этой трагедии Здесь было около 30 тысяч человек Вы можете себе это представить И вот погибло 84 Среди них очень много детей И ещё около 200 остаются в больницах И как сказал президент Франсуа Аланта Он был в больнице сегодня утром Где-то около полусотни людей находятся на грани жизни и смерти Так что мы ожидаем, что всё-таки количество погибших людей будет увеличиваться И ещё неизвестно, чем это всё может закончиться То, что касается города, то действительно здесь очень и очень спокойно Мы видим много полицейских, они с собаками Людей не пропускают в свои отели Вот просто так, только когда они показывают карточку от номера, где они живут Либо документы Утром я также проезжала Канн И мы тоже видели Вот там, возле дворца, где проходит кинофестиваль Там тоже есть полицейские с собаками Что очень трогательно Люди не боятся приходить сюда Мы видели здесь в магазинах просто очереди за живыми цветами Люди приносят сюда, они оставляют свои соболезнования То есть страха нет, есть скорбь Люди не боятся Во многих других берегах на Лазурном побережье жизнь продолжается как раньше Подобную ситуацию мы наблюдали после последних терактов в Брюсселе Помнишь, Светлана? Там тоже люди как-то сами друг друга старались поднять морально, помочь друг другу Скажи, пожалуйста, что касается террориста Уже известно, он был одиночка или нет? Это очень важно Да, я хочу дополнить то, что если в Брюсселе, в Париже в прошлом году действительно чувствовалась сплоченность То сейчас, похоже, уже действительно страх он как-то преобладает Потому что действительно вот эти теракты, они становятся все чаще Они становятся обыденностью, к которой невозможно привыкнуть Что касается террориста То пока все-таки все оказывает на то, что он был фанатиком Он был один Похоже, что он все-таки искал каких-то соучастников, но так и не нашел И похоже на то, что действительно он целый месяц готовился к этой атаке Потому что полицейские, они сразу же, они нашли все документы этого человека Они приехали в его дом, они провели там рейд Сейчас они, конечно же, пытаются еще уточнить все детали Его жену вызвали на допрос То есть сейчас полной картины, конечно, нет Но, скорее всего, поскольку мы знаем, что он был нелюдим Он был непонятен другим Скорее всего, он действовал один И тем более, что ИГИЛ все-таки не берет ответственность за этот теракт Кстати, мы знаем, что очень много людей, которые погибли здесь вчера Они были мусульманами Что как бы очень не похоже на то, что делают Но трагедия вообще получилась интернациональной Погибли граждане разных стран Что тебе известно об украинцах, пострадавших на этот момент? И граждане каких еще стран пострадали? И погибли? Да, в целом говорят о восьми странах О жителях восьми стран, которые здесь погибли Это, конечно же, очень много французов Украинец один, россиянка Граждане Швейцарии, Америки Среди... да, Армении и Туниса даже Среди раненых это вообще Даже, наверное, мы сейчас и не сможем перечислить все страны Которые там... граждане которых там сейчас и в больницах находятся Потому что это очень популярный курорт Здесь очень много людей всегда Что касается украинцев, то один погиб, пока что наш МИД не разглашает его имени Один был ранен легко, его подлечили в больнице и сразу же отпустили Второй, это Влад Костюк, который сам в своем фейсбуке написал о том, что ему сделали операцию У него было ранение ног Его... похоже, его где-то вот сейчас прям могут отпустить домой Сам он студент из Винницы Он учится в Калифорнийском университете И сюда он приехал на какое-то подобие английской языковой школы Пока что ему тоже, кстати, сказали Как бы наш МИД порекомендовал не общаться с прессой Света, спасибо тебе огромное за работу Мне режиссоры сообщают, что у нас остались буквально секунды прямой связи Еще раз напомню, это была Светлана Чернецкая Моя коллега продолжает работать в Ницце Первый вопрос хочу отрисовать вам, Александр Скажите, вот Светлана только что произнесла очень страшную фразу Теракты в последнее время становят обыденностью Вот холодком веет, да, от этих слов Да Как вы считаете, мир на наших глазах действительно становится другим? Ну, конечно Ну, на самом деле, мир, знаете, он всегда был в движении Я, конечно, никогда он не был статичным Помните, в 70-е, кто читал, кто помнит В 70-е захватывались самолеты В 80-е, да, тоже были террористы Они были палестинские в основном Потом, да, было какое-то время И этот фактор терроризма ушел Но с появлением исламского фактора Исламского, я имею, исламского государства Прежде всего, как организации, которые эти теракты организуют Конечно, мир становится другим И надо четко понимать, что, конечно, безопасных мест в мире не осталось Я бы очень советовал тем людям нашим, которые ездят по разным странам Вот это сейчас, я не знаю, насколько долго Но, во всяком случае, в ближайшее время Просто избегать массового скопления людей Это единственное, что мы можем сделать сознательно и сами Просто не ходить туда, где скопления людей Потому что эти скопления привлекают Так или иначе, притягивают возможных террористов Причем этот случай, действительно, мне кажется Отличается от того, что было Потому что, все-таки, знаете Использовать грузовик, как оружие Еще никому в голову В ИГИЛ, я думаю, не приходило Это первый случай Но может быть все, что угодно Это может быть грузовик, это может быть машина Это может быть любой другой опасный Потенциально опасный предмет Поэтому самое главное, очень важно, с моей точки зрения Стараться по возможности избегать скопления людей Тарас Ну, в действительности, грузовики уже променялись в качестве Это часто применяется против Израиля Это часто там такие теракты И, кстати, если обратить внимание на многие израильские посольства Они как раз ограждены во всех странах мира Такими бетонными блоками Которые не позволяют террористам использовать автомобиль Чтобы въехать в израильское посольство Там взрывчатка имеется в виду Ну, или взрывчатка, либо автомобиль В данном случае О чем это говорит? О том, что Европейский союз, как и политики Они встречаются все больше и больше Сталкиваются с теми вызовами Которые они не привыкли сталкиваться Раньше за безопасность фактически отвечала Америка Которая обеспечивала безопасность А европейские политики жили в таком Красивом, хорошем вакууме В действительности это показатель того, что Необходимо и изменение и миграционной политики в Европейском союзе Слишком европейские политики, которые Фактически контролируются левыми идеями Они не хотят решать тех проблем, которые уже сейчас нужно решать А Франция, ну Франция это понятно Потому что Франция как раз была Бывшей метрополией очень многих арабских государств И поэтому там в действительности очень многие Большой процент арабского населения Вот Тунис это бывший Который гражданин, кстати, этот террорист Гражданин был Франции и Туниса Это бывшие французские колонии Это и Алжир и так далее И поэтому процент именно исламского фактора Именно во Франции он достаточно высокий Тарас, здесь мы имеем, кажется, дело с фанатиком-одиночкой Я вообще хотел даже обсудить Но мы еще не знаем, если сейчас расследование будет Вам не кажется, что терроризм в последнее время Если не меняет лицо, нет, конечно Но, по крайней мере, появилось его второе лицо Это люди, недовольные чем-то Которые сидят дома В них кипит какое-то протестное настроение Или еще что-то, поддерживаемое разными факторами Затем эти люди берут откуда-то оружие И идут на улицу убивать В действительности мир поменялся настолько Что у террористов просто больше инструментов сейчас появилось Для того, чтобы использовать там благо цивилизации Например, отсутствие границ между странами в Шенгене То есть ты можешь перемещаться из точки в точку Используя просто благо, которое создала европейская цивилизация Доступность оружия того же Использование различных технических средств В интернете можно прочитать, как сделать бомбу Из подручных Открытая агитация и открытых проповедников Которые могут тебя накрутить на это Из-за того, что ты просто социально чем-то недоволен То есть Ничего в действительности не поменялось Вопрос в том, что оружие стало доступней Подобные истории Стоит ли пугаться украинцам? Возможно ли они у нас? Юрий Анатольевич, вы как считаете? Ну, прежде всего Мы, как и многие люди, сегодня тоже пришли к посольству Франции Возложили цветы Высказали сочувствие И вспомнили террористический акт, который у нас произошел Давайте вспомним 31 августа прошлого года Когда после голосования в парламенте Была взорвана боевая граната В шеренге нацгвардейцевой погибло 4 человека Собственно говоря, они были безоружны Мы все это видели своими глазами И, собственно говоря, они-то закрыли нас Потому что неизвестно, куда пошел бы этот человек с гранатами У них было их несколько, как потом выяснилось И куда бы он еще их метнул Так вот, что больше всего меня возмущает Что до сих пор При том, что нам в парламенте показали фильм Как это все было Как он подходил Открывал рюкзак Кидал эту гранату Его личность, его сообщники До сих пор не было суда И никто не понес за это наказание 4 человека нацгвардейцев безоружных погибли Прошел год До сих пор нет наказания тем преступникам Которые это сделали Поэтому я считаю, что неотвратимость наказания И его быстрота Это одна из главных гарантий Чтобы предотвратить это у нас И неотвратимости наказания И о том, что делает власть Чтобы предотвратить подобное То, что произошло во Франции в частности Что делает власть для того, чтобы Население не прибегало к протестам Чтобы протестные настроения у нас не процветали Мы будем говорить и в этом выпуске Начнем мы с последнего звонка Который прозвучал сегодня в Верховной Раде Вы закрыли дверь на замок до сентября Давайте посмотрим Вовремя ли, все ли успели Больше у вас зрады, чьи перемог было За последние полгода Чем запомнилась эта сессия Кому жить стало лучше, кому жить стало хорошо А кому, в общем-то, хоть за топор, да, на улицу Мы начинаем Первый вопрос хочу задать Ольге Крентовской Это первый замминистра социальной политики Украины Ольга, скажите, пожалуйста Может ли правительство на сегодняшний день Сказать, что пользуется Безоговорочной поддержкой коалиции Как вы оцениваете эту коалицию Да и вообще Верховную Раду в целом Легко ли вам с ней работать? Я хочу зазначити, что Те решения, что готуются Министерством социальной политики Вони спрямовані на социальный захист Громадян, тому мы сподіваемося И майже впевнені в том Что они будут поддерживаться Парламентом И будут поддерживаться Парламентом в те Найкоротшие термени, в которые Уряд планует запровадить Подвищение уровня социального захиста Громадян Мы на сегодня Напрацювали низку системных решений И плануем в вересне Месяц этого года Подать пакет Законопроектов Это, в частности, Подвищение уровня Оплата работы, пенсионного Забезпечения Такие решения не может Не поддерживать Как коалицию Так и Опозиционными силами Скажите, на сколько будет Это повышение Существенным для украинцев И когда это будет В вересне В вересне только подастся законопроект Подающий в вересне Такие законопроекти Мы плануем Зовтня месяца Запровадить рішення Подвищение Ревня доходов Громадян Ця инициатива Синхронизована С этапом Подвищения цін И тарифов И компенсатором Для захисту Доходов Громадян Тобто, вы хотите Еще подвищевать Ціни и тарифы? Мы хотим Запроваджувати И подтверждение Режим Стабильного Подвищения Социальных стандартов И доходов Громадян Вы сказали, что Это синхронизовано Будет с подвищением Цін И тарифов Я думала, что Синхронизовано Я мала на увазе Те, что С початком Опалювального Періоду Навантажения На громадян С низкими доходами Зростатиме И тому Саме Жовтня Ми запроваджуємо Пакет рішень Щодо Подвищения Доходов Громадян Мова Иде про Минимальні Социальні Стандарти Это Минимальная Заработная Плата В декабре Обещали Пенсию Например На 10% Согласитесь Это не так и много Вы и об этом Сейчас говорите? Нет Действительно Были приняты Решения Щодо Подвищения 10% Мы Розуміємо Что И тому Пропонуємо Більше Активное Подвищение Ну Зокрема Минимальную Заработную Плату Не меньше Нежно 50% Мы Розуміємо Что Это Необходный Крок Он Обумовленный Борислав Скажите Пожалуйста Извините Ольга А почему Нужно Ждать До Сентября Если Была Возможность До Каникул Коалиции Повысить Социальные Стандарты Для Населения Ждут Этого Ждут Поверьте Я Насколько Разумею Есть Сбалансованный Бюджет И Пемьер Министр И Министерство Финансов Повинно Корректировать Бюджет Сгідно Доходной Частины Если На сегодняшний день Мы Очекуем Надходжения До Бюджетов И Есть Сьогоднее Нам Подтверждение Про Гарантии США В розв'язи Миллиарда Долларов Есть Подтверждение 700 млн. Долларов Від Європейского Союза То Цими Коштами Можем Скористаться Але Ми Чекаємо Транш Безумовно Він Нам Потребен МВФ Який Нам Розблокує Дуже Багато Кошки Який Ми Сакумулювали Для того Щоб Виконувать Свої Зовнішні Зобов'язання Я Погоджую На рахунках Національного Банка Завжди В МВФ Європейскі Кошти Якими Ми Повинні Зобов'язані Виконувати Свої Зовнішні Зобов'язання Це Закон Він Повинен Будь Ми Україна Для того Щоб Депостив Дефолта Ми Повинні Їх Виконувати Тому Якщо У нас Нема На сьогоднішні День Ми Очікуємо Транш То Сьогоднішні Зобов'язання Виконуємо Державні Кошки Хороші Ви Віщі Говорите Мой Вопрос Наверное Не Услышали Я Позволю Себе Повторить Об'ясните Мне Пожалуйста Почему Верховная Рада Ушла В отпуск Коалиція Ушла В отпуск Успев Поднять Тарифы Для Населения В разы Это Драконовские Тарифы Но Забыв При этом Поднять Пенсии И Другі Соціальні Стандарты Верховна Рада Не є Органом Який Піднімає Тарифы Верховна Рада Приймає Закони А тарифами У нас Опіються НКРЄ ІКП Доволю Собі Вчора Нагадати Що Ми Бажали Змінити Закон Ми Бажали Змінити Загалі Систему Нарахування Тарифов Але Дві Фракції Вчора Не проголосували І практично Зірвали Засідання Верховної Ради Для того Щоб не було Принесено Закон Я просто хочу Сказать Якщо сьогодні Згідно регламенту Ми голосували За регламент І була така пропозиція Для того Щоб продовжити Але там була така норма Щоб скоротити На тиждень Роботу Верховної Ради Ми не підтримали це Але згідно Згідно регламенту Верховної Ради 15 липня Був останній день Роботи Четвертої сесії Тому Змінити його Голосів не вистачило Не голосували Багатьох наших колег Із Сергій А чого не вистачило Політичній волі Ви знаєте Насправді Насправді Не вистачило Невістки Яка завжди В усьому винна Для Ось шановних панів Із діючої влади У них усьому Завжди винна Невістка Вони не можуть Проголосувати У них нема голосів Винні фракції Із опозиції Які чомусь їх не підтримали Вони Їхній уряд В рази Я справедливо зазначили Підвищує тарифи При цьому уряд каже Ми на 10% Підвищимо Зарплати і пенсії Знов Хто винний Винна батьківщина Радикальна партія І трошечки самопомощі Розумієте Це якась абсурдна А самопомощ не винна Добре Самопомощ не винна Вони пропонують Давайте уточним сразу 10% просто звучить Що більш-менш весомо І солідно Але на самом деле Річ йде о сумі От 90 до 120 гривень Вони заявляли Про можливість Підвищення зарплати Пенсії З грудня місяця Як завжди Це теж маніпуляція Тому що кожен розуміє Що виплати за грудень місяць Відбуваються в січні наступного року Їх треба включати В бюджет наступного року Але чомусь кожен раз Уряд забуває Включати ці витрати В бюджет наступного року Насправді Питання Того Як відбувається Фінансова політика Це ідеологічне питання Цієї коаліції Це їхня ідеологія Підвищити Тарифи в рази І заморозити Зарплати і пенсії Це їхня ідеологія Раз І друге Це величезна корупція Яка дає Корупціонерам Які сидять На бюджетних потоках Сотні мільйонів доларів Сполучених Штатів Америки Оцих два питання І не дозволяють їм Розв'язувати ситуацію по-іншому Ну а тарифний вопрос Можна було В стінах Верховної Ради Рішити І ні Можна було Якщо дозволите Одна репліка І я передам слово Колезі Можна було Можна було Прийняти закон Яким весь український газ Як це було 23 роки Української незалежності Відправляється Українським громадянам І теплокомуненерго Звичайно Рішення є Ви знаєте Давайте вернемся к істокам В чому проблема парламента І в чому Наше фрактство Виступило с іниціативою Давайте будем честними Перед избирателем Парламент не состоялся Вот ми 44 мандата ложим Давайте ще найдіть 80 чек І пусть люди Вибирають парламент Который Будет їх захищати Що произошло? Вот 6 місяців Последній сессії Принято 87 законів Арифметичний подсчет 12-15 законів в місяць Не густо, скажем так В умовах країна, яка живет В економічному Политичному кризисі Це нічого А саме страшне Навіть не це Из цих законів Львина частина Ви вообще Накого отношення Не має к тому Що інтересують людей Що сегодня Интересують людей Показывають У всі соціології У всіх парті І параллельно Пытається вижити Общество Ну, коли обществу Пытається вижити При недееспособних Правительствах Це називається квази-государством Загалі Показывається Ви вообще Прекратила роботу Коаліція А треба признать Що коаліції Сегідно Нет голосів Нет возможностей Проводити Какі-то решення Которые, наверное, Для них важні Стало ясно А що дальше Делати? І ми предложили Була комісія Кокса С Европарламента Дали хорошее Предложення Научитесь Работати В парламенте Так, Щобо отвечати На те вопросы Которые Действительно важны Людям Научитесь Работати С опозити Значить Що Произошло На самом деле Ми сьогодні Видели Все це позорище І це видят Люди Каждый день Поэтому Ми считаємо Що треба Честним Перед избирателем Не состоялся Парламент Давайте Примем решення Пусть люди Выберуть Парламент Который Будет Защичать Хватит Им ворочить То есть Вы говорите О перевыборах Татьяна Волосликова Как вы считаете Это не я говорю Это люди говорят Сегодня уровень Доверия К парламенту Я пытаюсь построить Я вам скажу Что если приезжает Депутат Куда-нибудь Где не фильтрует Аудиторию Я считаю Что ему просто Скоро будет опасно Называться депутатом Потому что люди Его просто Выгонят Отовсюду В лучшем случае Нулевой уровень Доверия В общество И причину Не надо искать Ни в внешних силах Ни в каких-то Злокознях Причина Во внутренней политике Которую проводил парламент Из-за правящей коалиции На протяжении Последних полутора лет Татьяна Острикова Как вы считаете Этот последний звонок Сегодняшний Он не станет Последним звонком Для этого созыва Перевыборы возможны? Есть такой сценарий Який Власне Сейчас продукуется Я хочу Деколька тест Сказать Отрефлексовать На выступы своих коллег Ну по-перше Бюджет не сбалансованный И про это всем Відомо И не переписанный Как обещали И не переписанный Да Сейчас я до этого повернусь Так вот Один приклад Незбалансованості бюджету Там по надходженням Від податку на прибуток Передбачено Близько 50 млрд грн В той час Коли ми знаємо Що ця сума Ніколи не буде зібрана Якщо тільки податкова Не буде наперед Вимагати переплат Від бізнесу Тому що Великі компанії Накопичили 1 трлн грн Балансових збитків І на цю суму Вони будуть зменшувати Свій об'єкт Оподаткування І цього податку Просто держава не збере Це просто один приклад Незбалансованості бюджету Тепер Чому не підвищили Соціальні стандарти Наприклад Мінімальну заробітну плату Ми про це говорили До речі Наша фракція Пропонувала це зробити І не з мотивів Там якогось популізму А з мотивів того Що це би дозволило Тоді Збільшити надходження По ЄСВ І перекрити Власне Той дефіцит Пенсійного фонду Який утворився Внаслідок зниження ставки ЄСВ Але чому цього не було зроблено Зараз Перша причина Це те Що МВФ Не дає Можливості нашій державі Приймати самостійні рішення І нашій владі Самостійно визначати Як господарювати В цій країні І ми досі не знаємо Чи буде даний той транш Чи не буде Тому що засідання Ради директорів Призначене тільки на 20 липня А в той же час Необхідних законів Пере які ми зобов'язувалися Зокрема які вже тут звучали Про НКРЕКП Про незалежного регулятора Рада ухвалити не спромоглася Тепер про тарифи Дійсно Тарифи на газ Встановлює уряд Це щоб всім було зрозуміло Тарифи на електроенергію Теплопостачання І водопостачання Встановлює регулятор НКРЕКП Верховна Рада До цього немає Жодного стосунку Натомість Верховна Рада Повинна була вчора Прийняти закон про регулятора Який би раз і не завжди Визначив По-перше Будь-який прибрав Політичні впливи Від призначень цього органу Тому що зараз він Тільки президент Таких повноважень немає І ті люди які призначені Вони виконують Політичні замовлення Працюють конкретно На інтереси Фінансово-промислових груп Тепер щодо Ще одного сценарія Через який можливо Ці тарифи будуть Точніше ці соціальні стандарти Пенсії і зарплати Можуть бути підвищені восени Якщо президенти Наші міжнародні партнери Будуть качати парламент На голосування за закон Про вибори В окремих районах Донецької і Луганської областей То наслідком ухвалення Парламентом цього закону Будуть подальші перевибори Тому що провести вибори В Верховну Раду Тільки на окремих районах За нашим законодавством Неможливо Тоді влада піднімає Власне пенсії Влада піднімає Мінімальні заробітні плати І адмінресурсом Іде на перевибори Ура Ми побігли Ольга, обіщав вам слово Ще одну минутку Дайте мені, пожалуйста Раз уже шло О перевиборах Покажіть нам, пожалуйста, графіку Которю ми підготовили Що кажуть соціологи? Якби в Верховну Раду Состоялись в ближайшому воскресенье Вот які цифри Ми бачили Оппозиційний блок І батьківщина Юрий Анатольович, Сергій Радуйтесь У вас найбільші показатели 15,6 Упозиційного блока Батьківщина 13,5 Тобто переформатування Некого Парламенту все-таки буде Як ви думаєте Он буде лучше чи хуже? Андрей Ермола Зрешите Несколько слов О том, почему Сейчас так сложно Разобраться С нынешним парламентом Можно Сейчас Объяснять Почему не получилось Соціальными стандартами Вообще толковать их А стандарты Это не цифры Это не тысяча гривен Это возможность Человеку обеспечить себя Жильем, теплом Тогда в кошельке В твоем То это цифры Это выражается в цифре Но стандарт Это не цифра Второй момент Связан с Политической ситуацией В парламенте Потому что для того Чтобы говорить о логике решений Эта логика отражается В данном случае У нас парламент На основе коалиции В коалиционном соглашении В коалиционном правительстве Главная подмена В этом году Произошла как раз С правительством Вспомните начало года Обнуление правительства Яценюка Ожидание нового состава И новой программы Об этом все говорили Мы по сути Получили колпачки Когда де-факто Союз Порошенко Яценюка остался Правительство Гройсмана Задекларировало Несколько позиций Коалиционное соглашение Осталось Состав изменился И по большому счету Гройсман делал то Что не мог делать Яценюк всего низкого рейтинга А по сути Он реализует политику Прошлого года Деиндустриализация Сокращения реальных Под этой чертой Там низло аутсайдера Не получились Это я просто дополняю Не перебиваю Народный фронт Там что-то около полупроцента Я даже предполагаю Что независимо от того Что бы по телеку Смотрели в начале года По большому счету У нынешних Креаторов Создателей коалиции Было понимание Что если бы Яценюк Реализовал ту политику Которую сейчас реализует Гройсман Снесли бы просто Многие говорили о социальных бунтах Благодаря новому составу правительства Они нас чуть-чуть компенсировали Ну вот передышка Надежда возникла Что мы имеем сейчас Откуда эти рейтинги И ожидания спины парламента Первое Ни коалиции в старом составе Ни даже коалиции в новом составе Уже нет Появление новых партий Саакашвили И новых демократов И в том что все Кстати 15 число Этим объясняется Если бы дальше работа парламента Пришлось бы увольнять Увольнять Забирать мандаты И кучу всего прочего Что привело бы к дискредитации Уже этого состава Коалиции Второе Правительство Гройсмана Оказалось неспособно Не представить собственно программу Потому что набор тейсов И тот план Который эксперты Давно уже приговорили Как абстрактный Он не ответил на вопрос В чем новый курс Я уже не говорю о том Что нет ни бюджета Ни реализованных законопроектов Которые обеспечили Хотя бы сейчас Финансовую поддержку Уверяю вас И в сентябре МВФ денег не даст Что теперь Получается Я думаю что и власть Видит реальные показатели Если в начале года У нас еще был паритет Было 3-4 политические силы Где-то вроде 10% И сейчас политические силы Которые в оппозиции Получают Ну если хотите Вот он надежда и доверие Чему Первое О чем говорит оппозиция Оппозиция говорит О необходимости смены курса И оппозиция говорит О необходимости нового парламента Вот это собственно И поддерживают люди В чем это выражается Люди хотят Того что отражено В этих программах Мир, рабочие места Политика индустриализации И тарифы Вот собственно Загадка сегодняшнего дня Поэтому я думаю Что не вопрос Как политики Объясняют себе Не хватит Смена парламента Это если хотите Запрос общества Он пока аккуратный Мягкий Но уровень Степень готовности Очень высокая 70% в сумме людей Готовы участвовать в выборах Это очень высокий уровень поддержки Уже неоднократно Здесь прозвучал тезис О том А есть ли коалиция Этот вопрос Витает в зале Ольга Скажите Начните пожалуйста Вы как представитель коалиции Когда коалиция Все таки Ткнет нас Общественность И своих коллег По Верховной Раде В этот список О существовании которого Все говорят Но никто его не видел Список коалиции Есть с подписями 226 человек Так минимум Оскільки я не есть В основном В керевнице Коалиции То не могу вам дать Ответ То есть вы его тоже Не видели Я правильно понимаю А совет коалиции Он существует На сегодняшний день Или нет Он собирается Вы подписывали Новую коалиции Я особо не подписывала Но я хотела повернуться до того графика Який у вас був на экране И до прогнозов Якщо вы подивитесь на цифры Або их згадаете То вы понимаете Что с того перелику Також нужно будет Робить коалицию Вот подивитесь Будь ласка На ці рейтинги И спробуйте Зрозуміти Яка будет коалиция В новом парламенте И что власне Відбудется Чи Ті люди Яки зайдуть в коалицию Чи відповідають Їх точки зору На развиток країни Чи знов парламент Будет дієздатний За власне Цією структурою Статистикою И еще хочу повернуться Ще трошки далее Коли мы говорили Про насильство Про філософию насилля Я власне Нещодавно Завершила тренінг Медіаторів миру В Швейцарії Було 28 людей З усього світу 18 з них Були з країн Де йде війна От те Що відбулось в Ніці Те що відбувалось В Україні І відбувається В Україні Це є частина Величезного Процесу Не просто Відродження А активного Насильства Прогреса Насильства В світі І в зв'язку з тим Що з'являються Нові види зброї Нові види технології Нові види інтернет-технології Психологічного зомбування То говорити про те Що ця людина За кермом Оцього Вбивці Вантажної машини Була одиначкою Не можна Говорити Тому що Маніпулятивні технології Зараз настільки сильні І якщо ми зараз Якщо ми подивимось Навіть в Україні Це в усьому світі Що відбувається Що змінилось В злочинності Підліткові Зараз попадають В тюрмі Підліткові Люди Які вчиняють Насильство І вбивство Тільки тому Що вони починаються З віка 6-8 років Весь час Бачили насильство На екранах комп'ютера І не усвідомлювати Це на рівні освіти Ми хотіла сказати Що дуже всім потрібно На сьогоднішній день В зв'язку з тим Що наша система освіти Ще не така Як хотілась би Духовність На жаль В Україну Ще повернулась Яка була зруйнована Радянськими часами Не так Як хотілась би Тому Дуже важливо Щоб не повторювалися Акти насильства Потрібно кожному Тримати ситуацію в контролі І повністю з Олександром Погоджуюсь У нас не тільки Недосконалююся Система освіти Ольга Ми з вами І з Іріною Вашою колегою По парламентській фракції Масові скупчення людей Є дуже непоспечними зараз З місяця Лі з полтора місяця назад Обсуждали Недосконалість Системи охорони здоров'я Хочу сказати Що Ви Господа депутати Ходите на канікули Не тільки не выполнив там ряд обещаний Незапровадований скорой форм Ну і в принципі Недоукомплектовав Кабмин Ірина, скажіть Як так получилось Що за нескільки місяців Так і не нашелся Глава Міністерства здравоохранення Ну неужели нет достойних Я не можу понять Знаєте, я взагалі хочу сказати О той проблеме Про которую ще пока Ми говорити не начали Але она є Незвичайно більшою Це недоступність Медицинської помощи Которая постоянно Увеличивается Для граждан нашей страны Конечно, тарифы Це дуже важливо Але коли люди Теряють здоров'я Колосальне количество Смертності Увеличивается Каждий год В нашій стране Ми точно должны Говорить о том Що коалиція Столько времени Не може между собою Договориться І определити Кандидатуру Которая возьмёт На себе ответственность Которая возьмёт На себе ответственность І займёт пост Министра здравоохранення Поэтому Говоря сегодня О роботе коалиції О роботе парламента Я считаю, что Верховный Совет Был совершенно неэффективен Мы, кроме того Что приняли единственный закон Это мы передали функцию Министерства торговли По сути Забрали закупки И передали на международные организации Для системы здравоохранения Для медицины Мы не сделали ничего И я считаю, что В этом является Как раз Одна из Первоочередных Как бы задач Профильного комитета Здравоохранения Потому что Говоря о реформах Мы должны понимать Что это в первую очередь Новые законы Украины Также я хочу сказать о том Что именно коалиция Сегодня несет ответственность И в первую очередь За такие социально чувствительные Сферу, как медицина Доступность медицинской помощи Стоимость лекарственных препаратов Это сегодня ответственность Правительства и коалиции Потому что Как только премьер-министр Начал свою работу Первое, что было обещано Это уменьшение стоимости Лекарственных препаратов Но мы понимаем Что у нас не проблема Высокой стоимости лекарств У нас проблема Низкого дохода Граждан, которые не могут Покупать лекарственные препараты Вы знаете Я могу себе позволить В отличие от коллег Которые в разных партийных списках Там не будучи Быть не совсем политкорректен И вот когда они рассказывают О различных сценариях Когда они собираются провести выборы Тогда-то, тогда-то, тогда-то Я вам честно скажу От них ничего не зависит Когда они проведут выборы Зависит это от выборов Которые в ноябре месяце Должны состояться в Соединенных Штатах Америки На сегодняшний день Эта страна, к сожалению Является доминионом И поэтому на сегодняшний день В повестке выборов Соединенных Штатов Америки Между Трампом и Хиллари Клинтон Такого вопроса, как Украина Нет Президент Обама Заявил о том, что До конца своей каденции Он решит конфликт на Востоке Вот ожидаем, как он решит этот конфликт на Востоке Второй момент, который меня действительно очень удивляет Такая близорукость наших политиков Они все потянулись туда, Вашингтон То один, то второй Кому они едут? Расскажите мне, пожалуйста Там власть меняется То, что в Америке эти люди Которые сегодня Байден, Керри, все остальные Они называются lame duck Это хромая утка Это не то, что утка хромая Это уже утка у них под кроватью Поймите Это первое И я заканчиваю Поэтому от того, что они придумают Когда им проводить Все самые хитрые сценарии От этого ничего не зависит Это раз Второе Сегодня Конгресс прошла Достаточно серьезный Новый посол Который будет представлять Украину Которая решала Достаточно серьезные Правда, Александр Ильянович? Вопросы в Армении Вот этого конфликта Когда она работала там Но она в Украине вчера работала Да, и в Украине она работала То есть вот эта вся картина От нас не зависит Мы можем обсудить все, что угодно И еще про деньги Те деньги, которые мы ждем От Международного валютного фонда Они также влияют на тарифы Как я на полеты китайцев в космос Эти деньги для того, чтобы Переложить кредиты Которые мы до этого Брали у Международного валютного фонда Но зачем рассказывать, что все Наступит счастье После кредита в Международного валютного фонда Это еще пока вопрос Гипотетический А вот то, что случится в Украине Уже через два дня Это до выбора в Верховную Раду Сразу в семи округах Борьба нешуточная Такое ощущение, что просто Но борется за царство В одном из округов Дошло до 100 с лишним Кандидатов на один мандат Федор Венеславский Вы один из кандидатов Волынской области Скажите, пожалуйста Вы в Раду зачем идете Вот здесь вы присутствуете Среди своих, возможно, будущих коллег Вам не кажется, что вы ничего не измените В такой среде? Вы знаете, я послухав коллег В будущих, возможно, из разных фракций У меня склалося таке вражение Что народные депутаты, шановные Живут в каком-то паралельном свете Нібито все хотят Поднять социальные стандарты Все хотят навести лад С тарифами Все хотят допомогти людям И опозиция, и влада, и коалиция Но почему-то эти вопросы Не ставятся на голосование Почему-то они Откладываются в довгий ящик и так далее Тобто, знаете, такое вражение депутаты Что вы в каком-то абсолютно паралельном свете Я сегодня приехал из Волиня Сегодня до меня подошла людина Батько пяти детей И он говорит Я отримую социальную пенсию Без одной гривни Тысяча гривен 990 гривен Говорит, объясните, как мне прожить Когда вы там общаетесь с политиками То вы объясните им Что 999 гривен При тех тарифах на газ На опаление и так далее Это нереальные вещи Я еще, Федор, я просто добавлю, не перебиваю Я еще несколько примеров таких приведу О которых мне сообщили зрители В своих письмах за эту неделю Они просто страшные Но об этом мы обязательно будем детально говорить Во второй части нашего ток-шоу Вы дождитесь, пожалуйста А что касается выборов То я вам хочу сказать Что конкретно по 23-м выборчому окрузу Дуже проста, выпробована схема Працюет сетка Яка уже открыта, буквально цинично Ходит по старке по 23-му окрузу Від имени Укропа Роздаёт по 200-300 гривен Пишет паспорти И надеюсь, что все люди придут и проголосуют Тобто, знаете, то, что говорил Шановный депутат Пан Бойко Безкарность, отсутствие ответственности Отсутствие реакции правоохранных органов На очевидные злочины Породживает то, что мы имеем такую Верховную Раду И я уверен, что независимо от того Будут выбори достроковые, загальні Не будут достроковые, загальні Все ситуацию не изменят, доки не будет Зминена державная политика в этой системе Тобто, нужно навести лад нормальному Виборчому законодавству Чтобы выборчие голоси просто не купувались Треба, чтобы была ответственность Сейчас об ответственности и поговорим Извините, Сергей Каплин к нам присоединился Сергей, сразу договариваемся Вы опоздали в этом часе Вы пока просто присутствуете Тем более у нас скоро реклама А начнем мы с вами разговор уже во втором часе Юрий Анатольевич, подождите О защите выбора Мы договорились, я не знаю, как вы Юрий Анатольевич, о защите выбора Сегодня оппозиционный блок заявил Призвал власть обеспечить Не допустить фальсификации Есть ли основания говорить о том, что в воскресенье Их будет много в регионах? Знаете, я когда выступал в первой части И говорил Я забыл очень важную вещь сказать Мы когда пойдем на выборы Не если, а когда То надо менять выборное законодательство Потому что мажоритарка сегодняшняя В условиях, когда народ довели до нищеты И он просто, люди готовы за 500 гривен продать голос И мы видим это по всем округам Которые сейчас всем Причем кандидаты Разные там сетки, разные технологии Но суть одна У людей просто за 500-700 гривен Покупают голоса Они доведены до счеты И вынуждены их продавать Это, конечно, безобразие И надо уходить от мажоритарки Поскольку это просто уничтожает Идею выборов как таковую Люди не выбирают ни кандидата Они выбирают возможность Три-четыре дня поесть А второй вопрос У нас ведь Вообще страшные случаи происходят Мало кто знает У нас на 114 округе В Луганской области Главу комиссии Подкараулили возле дома Вышибли ему глаз трубой И человек остался коллега Его сейчас заменили Он лежит в больнице Просто из-за того, что он занял Принципиальную позицию И не захотел менять Как бы правила игры Под одного из правовластных кандидатов Не буду говорить фамилию Поскольку правоохранительные органы Действительно занимаются Я надеюсь, что это будет доведено Так вот, подытожу Хочу сказать В сегодняшней ситуации Обнищания населения Такого правового нигилизма Нам нужно менять Выборное законодательство Для того, чтобы получить В будущем честный И парламент, который будет работать для людей Сергей Власенко Батькивщина сейчас тоже может быть Довольна своими рейтингами Батькивщина тоже может быть Согласно последним соцопросам Довольна своими рейтингами Скажите честно Вы уже разворачиваете Предвиборные штабы по Украине? Питание реально не в рейтингах Вот я собі дозволю Не погодитись с колегою Який сказал Что нужно обратиться до влади С проханием Не убезпечить нас От порушений на выборах Это знаете Это приблизно так само Кому тогда обращаться Если нарушения есть? Это приблизно так само Как просить кота Не есть сметану Знаете Насправді влада Это те, кто сейчас Кришует все порушения Правоохранные органы Это те, кто кришует все порушения Влада сегодня контролирует Все выборчи комиссии Влада сегодня проводит Своих кандидатов Який до речи Соромляться идти от влади Який здебільшого Висувается Как само высуванцы На многих округах Майже ни день Не идут представники БПП Вони все идут Как само высуванцы Не идут представники Народного фронта Тих взагалі немає Скажите Вот вы общаетесь же С избирателями Со своими округами Да? Вы уезжаете? Постоянно, да? А вот честно скажите Тарифы вы критикуете Когда с людьми В регионах говорите? Или хвалите? Нет Я минулого пятница Запликав В міську раду Житомира Принятый мораторий На підвищення цін Вчора вони проголосували Знапали мораторий Вы призвали Власти Житомира Объявить мораторий? Да, призвав А как этого отнеслись Вашей партии? Вы понимаете, что они делают? Это же почва Того самого регионального Сепаратизма Правительство принимают Они на место говорят Ребята, а вы сопротивляетесь Тратите свои деньги Я комментарий Я кращий Знаю, что роблять Таким чином Я попросил просто Перенаправити кошты Який сегодня Влада міська Витрачает На какие-то Такие проекты Перекласти брусчатку Засфальтовати Якусь центральную булочу Яка так засфальтована Направити на теплоэнергичные Заходы На теплые кредиты Для того, чтобы зменить Сегодня с пожеланием Понятно, Борислав, обязательно продолжите В следующем часе Ведь тема следующего часа Именно тарифы Платить вам или не платить Вот об этом будем говорить Что за парад тарифных суверенитетов Начал шагать по стране Чем это все может закончиться Пока подытожим Нашим опросом Пока мы здесь с вами спорили На сайте подробности Наши зрители могли Если хотели Ответить на вопрос Очень простой Что будет осенью с парламентом Уйдет на перевыборы Уверено около 70% Наших зрителей 30-31% верит в то Что вы сохранитесь Еще в этом составе Хотя бы еще на одну сессию Ну в принципе Куда народ посылает свою власть Пока понятно Мы заканчиваем первый час Нашего сегодняшнего ток-шоу Встретимся ровно через несколько минут Еще раз напоминаю Тарифы Громкие посадки И мы ждем в гости Еще несколько народных депутатов В частности Борислава Березу Алену Шкрум Вот к нам подошел Сергей Спасибо Продолжим скоро Спасибо, что дождались Это Черное зеркало И мы продолжаем Жители сразу четырех городов Украины В недоумении Что им делать с новыми платежками С новыми расценками На услуги ЖКХ Власти сразу четырех городов Украины Киева, Днепра, Львова и Житомира Объявили настоящую войну тарифов Что это? Реальная забота о своих жителях Или просто популизм? Давайте разбираться К чему приведет Украину Парад тарифных суверенитетов Приветствую всех тех гостей Которые присоединились к нам Спасибо, что так поздно нашли время Итак Решение Местных властей Четырех городов Которые касаются тарифов Что это? Просто декларативные заявления Которые не имеют за собой Никаких правовых последствий И никаких наследков Последствий для жителей их городов Или действительно попытка что-то изменить Насколько юридически обоснованы эти решения? Николай, может Я слушал то, что говорилось в первой части Я могу сказать о своей родной Одессе Фракция оппозиционного блока В Одесском городском совете Внесла на ближайшую сессию Которая вроде бы должна состояться 20 июля Бюджетную сессию Проект решения о моратории На повышение тарифов в городе Одессе Но мы предлагаем вот те дополнительные деньги Которые город зарабатывает Направить на сегодняшний день На то, чтобы демпфировать Сгладить для людей Эту разницу в тарифах Потому что да, действительно есть задачи Асфальтирования улиц Есть задачи освещения и так далее Но на сегодняшний день для людей Это все отошло на второй план Потому что люди просто не в состоянии За эти тарифы платить И если Верховная Рада, если правительство Этими вопросами не занимается То я считаю, что на сегодняшний день Местное самоуправление должно показать Местное самоуправление Должно включить свои механизмы Свои возможности Да, это может быть неправильно Да, это может быть не так классически И многие вещи нарушают Но в этой ситуации должны быть нестандартные меры Потому что, к сожалению, центральная власть Этими вопросами не занимается Это точка зрения нашей политической силы И мы считаем, что в этой ситуации Она фактически единственная Меры эти действительно нестандартные У меня вопрос сразу к двум представителям Блока Петра Порошенко Борислав Розенблат В первой части нашей программы Сказал о том, что Алексей, это я вам объясняю Если вы не слышали Что именно с его подачи Житомирский совет, горсовет Принял мораторий О запрете На Новые расценки на услуги ЖКХ А как полицовет партии к этому относится? Я неуполномочен говорить позицию всего полицовета партии Но знаете, удивительный случай Что я со своим коллегой, депутатом Скориком согласен В том, что действительно города наши Которые сегодня, благодаря бюджетной и налоговой децентрализации Которая произошла Сегодня получают огромные дополнительные средства Например, город Одесса Получает там в прошлом году больше миллиарда гривен Дополнительных доходов получил В этом году будет получать сотни миллионов Дополнительных доходов И безусловно Сегодня государство делает то, что может Есть программа субсидий Государственная программа Она будет работать по всей стране Но в тех городах конкретных В которых есть возможность помочь своим жителям, горожанам Я думаю, они должны вводить Отдельные социальные программы от города По которым они будут действительно помогать людям Потому что, знаете, нельзя же сказать Что эта проблема вот только чья Чья? Верховной Рады, центральных эфиров Центрального правительства? Нет Это проблема всех И местная власть, она такая же власть И городская власть, и городские власти В том числе и Одессы Должны заниматься этой проблематикой А не просто показывать пальцем и говорить Вот смотрите, там вот нам плохо Но если это решение правильное Почему тогда коалиция не внесла законопроект О введении этого моратория на уровне всей страны? А это будет неверно? Потому что у нас местное самоуправление Почему неверно? Почему в Киеве это неверно, но верно приехать в Житомир и агитировать из-под Шкагурса? А я отвечу вам Местное самоуправление у нас независимо И мы не можем вмешиваться и говорить местному самоуправлению, что ему делать Местное самоуправление, мы не можем ему сказать Потратить свои деньги на эту дорогу или на это, или на то Тогда это будет не местное самоуправление Тогда это будет не местное самоуправление, а вертикаль исполнительной власти Борислав, а вы не вмешались своими рекомендациями и призывами? Они же не говорят, что они программы сделают Действительно, я втручиваюсь в процесс И просто, когда я посмотрю, на что витрачают Кошты, плануя витрачать местная влада И на, как еще раз, переасфальтовать Якусь центральную улицу, тротуары смастить И, с другой стороны, направьте эти деньги Краще на процедуги по теплокредитам Направьте на энергоэффективность Возбудуйте там какие-то утепления Дахи поремонтуйте, подвали Зробите те заходы, которые людям позволят Менше сплачивать тарифы А нашим працівникам, будівельникам Єде працювать Вони будут працювать не на брущація Будут працювать на утеплені стіли Сьогодні міська влада наших міст Вона дійсно отримала дуже шалені кошти Я скажу більше Я чув на останньому ефірі, що влада Одеси Просто я знаю точно Має 700 млн на депозитах 700 млн грн на депозитах Вроде 300 Ну, слушайте, це не зовсім так Питание не в тому Є кроши, є вільні кошти Направляйте їх сьогодні на те, щоб дійсно Люди менше сплачували А сьогодні я переведу Якщо вам не нравятся ваши платежки Не рапщите Це вам во благо Сказано Борисом Розумятовым Сергей Иванович Ви знаєте, така цікава логіка Центральний уряд, який Кровь від крові, плоть від плоти Оцих двох молодих цікавих хлопців Свавільно, корупційно Підвищив тарифи А вони зараз нам кажуть А тепер місцеве самоврядування Повинно за свої кошти Значить, вас рятувати Це жах якийсь По-друге, як юрист Скажіть Какі послідстві подобних рішень? Вони всі різні ці рішення До речі, з юридичного точки зору В одніх случаях це мораторії Але я би хотів сказати ще одну річ Я не можу не відреагувати на закид про те Що нібито місцеве самоврядування Отримало якісь додаткові шалені кошти Ну по-перше, мова йде зазвичай про міста обласного підпорядкування Які отримали формально в гривнях більше грошей, ніж в минулому році Але якщо ми перерахуємо реальну ситуацію Яка зазвичай обліковується в твердій валюті Яка зросла за цей період втричі То ми побачимо, що ніякого збільшення бюджетів немає Це перше Що стосується юридичних моментів, пов'язаних із рішеннями різних рад Вони всі юридично різні Ну припустимо, сесія міської ради міста Львова Прийняла рішення, наскільки я розумію Про неконституційність запроваджених тарифів Сесія міської ради міста Києва Прийняла інше рішення про мораторій Тому вони різні Але всі вони є величезним сигналом з місць Для оцієї центральної влади І цей сигнал кричить Центральна влада, ти проводиш неправильну політику Сигнал власні – це добре Такий сигнал посилається людям Жителям цих чотирьох містах В будущем, можливо, і Одесу В ближайшому будущому Що робити з платіжками? Платити чи не платити? Колеги, ви знаєте, я правильно почав свій виступ Промову свою з того, що які ж власні юридичні наслідки І тут коли Сергій Власенко, як юрист відомий Розказую про те, що вони всі різні Так, дійсно, вони різні Але результат у них, на жаль, один і той самий Результату в них немає абсолютно Тому якщо ви питаєте зараз платити або не платити Звичайно, що люди вимушені будуть платити Оскільки ці рішення, чотири, вони не матимуть жодного юридичного наслідку І те, що зараз відбувається з початку липня Що окремі лідери, окремих політичних сил просто їздять по обласним центрам Потім почнуть їздити по маленьким районам і містам, селам І підбурювати народ на те, що вони повставали, робили повстання Це є виключно підбурюванням до ситуації, яка розпочнеться восени Дійсно, буде багато хто незадоволений тарифною політикою Багато хто, можливо, буде важко комусь жити з цими субсидіями Так, але це є підбурюванням і розкручуванням ситуації на осень А потім, коли прийдуть вже перші платіжні дарушення, потім другі, треті На весну, щоб просто добитися позачергових виборів Ніхто з цих політиків, які їздять по селам і містам обласного значення Зараз не розказує про те, як можна прожити в новій політиці Як можна забезпечити енергозбереження Як треба зараз економити і як можна використовувати повноваження органів місцевого самоврядування, які у них є І як можна закономити шляхом тих таблиців, тих повноважень, яких у них є Розумієте, ніхто цього не робить, а це є виключно проявами того Як ви вважаєте, цей парад суверенітетів, він буде розширяться, цей список городів, чи нет? І що тогда буде робити Кабмін з цим валом? Для початку, щоб було зрозуміло, звісно, ніякої юридичної сили ці рішення, як правило, не мають Тому що у нас органами місцевого самоврядування не можуть встановлювати тарифи В тому числі на теплообеспечення, на газ і на все інше Є числі тарифи, які вони можуть встановлювати? Є числі тарифи, який вони можуть встановлювати, це експлуатальні розходи Тобто, условно говоря, Горсовет може заморозити експлуатальні розходи, що имеється в виду? Тобто, придомовая територія, там, уборка і так далі, т. 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 ту част в квитанції, которая не касається енергоносителей Горсовет може заморозити... Горсовет може датувати енергоносителей, йому ніхто не запрещає це зробити Наступний вопрос, по поводу дотации Понимаєте, все це понятно, можна действительно тратити гроші на енергообеспечення А тепер мене скажіть, а прямая дотация можна у містному самоуправлению, а якщо не можна? А що робити с субсидиями тогда? Кто це взагалі об цьому подумав? Якщо прямо датируєть містне самоуправлению людей Я розумію, коли річ іде о енергообеспеченні Понимаю, допустим, це може бути облегчити мнение людей Але прямих дотаций населению ніхто, ніхто містне самоуправлению робить не буде Понятно, за чому ви говорите? Программа приймається в нічого подобного Адельний программа Я офіційно звертаюся до Генерального прокурора України Аби щодо мене порушили кримінальну справу за державний заколот Через те, що я збираюся підняти мільйони українських громадян Для захисту їх законних прав Арештовуйте, і це тільки пришвидшить цю комунальну тарифну революцію в Україні, це перше Я якраз той народний депутат, який запізнився на це ток-шоу Через те, що був у Полтавській області У низці міст і сіл Де крім всього розмовляв з людьми Що нам робити зараз з тарифами? Перше Я вітаю будь-яку ініціативу У будь-якому місті, у будь-якому районі і в будь-якому селі Де депутати, які всенародно обрані рік тому чи півроку тому Відображають позицію громадян і голосують за відповідні мораторії Разом з тим я навіть розігнав Гребінківську районну організацію Партії простих людей у Полтавській області За те, що вони відмовились ініціювати це питання Я своїм рішенням розігнав цю організацію Але разом з тим я усвідомлюю, що ніяких юридичних наслідків ця робота мати не буде Але, на мою думку, є лише два шляхи Через які ми можемо змусити уряд і парламент змінити тарифну політику І знайти формулу, яка знизить розмір тарифів Перше, і я з повною відповідальністю зроблю цю заяву Коли люди не будуть платити, і це буде страйк і бунт Через несправедливі тарифи і через незаконність дій уряду і влади в цілому у цій частині І друге, коли повстане вся країна і змусить владу знайти формулу, як тарифи зменшити Як їх заморозити і дати можливість людям з пенсією тисяча і зарплатою дві тисячі їх заплатити Для цього ми тиждень тому провели разом з профспілками багатотисячний мітинг, де зібралося майже 50 тисяч профспілчан з усієї України Висунули ультиматум уряду Сплило 10 днів, ніхто не звернувся до профспілок І зараз я після закінчення виборів в понеділок їду по всім містам, районам, фабрикам і заводам Піднімати багатомільйонний марш профспілок, який прийде в Київ, і це буде не 50 тисяч, а 500 і мільйон І в Києві залишиться біля адміністрації президента, біля уряду, біля Верховної Ради Ми вас будем викликати, викликати з... Залишиться, тогда ми обе там поговоримо Я вам помогу в вашем нелегком дилі Один простой пример Буквально вчера мне написали представитель Харьковской благотворительной организации Которому обратилась семья пенсионеров Ну это вопиющий случай Людям до... У них превышает их доход совокупной семьи Около 100 гривен Они получают чуть больше, чем нужно Чтобы иметь право на субсидию Жаловались на вас в том числе Писали вам неоднократно И в том числе и на фейсбуке И на почту вы им не ответили Проверяйте почту, ответьте пожалуйста Люди живут Мне приходят в день порядка 800 писем Мы говорили... Мы уже затронули тему, да Мы уже затронули тему о том, что если люди не могут платить Всяк надежды, естественно, на субсидии Есть у нас здесь представители Минсоцполитики Виталий, вот вы скажите Субсидии, ну простой вопрос абсолютно Субсидий хватит или нет? Месяц назад нас пугали, что денег в фонде уже не осталось Ну мы можем провести результаты минулого опалювального периода Потому что в минулом году уже было Подвищение цены тарифов И на початку осени, где-то в вересне-жовтне Мы также от многих политических сил Чули лозунги все пропало Платить никто не сможет И так далее Но в результате опалювального периода Что мы получили, это уже факт Мы действительно имели Подвищенный спрос Або навантажение на органы социального захиста Населення Что до отримания житловых субсидий За результатами Отримали ситуацию Больше 5,5 млн домогосподарств Это около 36% населення Отримали житловую субсидию И в среднем сплачивали десь близко 10% Это нормально, что 36% На сегодняшний день Когда мы говорим А что делать Мисцевым органам самоврядувания Я хочу поинформовать Что в большинстве Ненормально сейчас обвинять в этом Виталия Не он установил эти тарифы Это человек, который пытается помочь населению выжить Теперь, когда мы говорим Про действия органов Мисцевого самоврядувания Давайте задамо себе питание А что сделали эти органы Для того, чтобы платежки стали меньше Вони установили лечения Вони, возможно, Зменшили втрати В тих же мережах Теплокоммуненерго И так далее А с другой стороны Можем констатировать факт Что в большинстве Мест и ранее Деяли програми Мисцевых органов самоврядувания Щодо поддержки окремих категорий населення Зокрема, в том же городе Львове Есть муниципальная программа Которая позволяет установить 50% польгу Для инвалидов По сплате житлово-коммунального поселения Работает эта программа? Абсолютно работает Паралельно с государственной программой Но тут мы говорим Что обеспечивается адресный характер Надания социальной помощи Не только за счет государственного Но и местного бюджета И это нормальный паритет Когда ответственность берут на себя Две стороны К вам как замминистра соцполитики У меня сразу два вопроса У меня к вам как замминистру Сразу два вопроса Уточните сумму Которая необходима На следующий отопительный сезон Которую нужно выделить на субсидии Говорили чуть ли не о 90 миллиардах гривен Это так? Будут ли они в бюджете? Есть ли эти деньги? И как на сегодняшний день Решается вопрос с бюджетниками? Я поднимал этот вопрос в прошлой программе Их зарплат не хватает на оплату Их доход тоже немногим выше Немногим им отказывают в субсидиях Но вы понимаете, что вы не вы лично Государство этим Растит целую армию недовольных людей От которых оно зависит вообще Это ваш штат, это ваши люди Что касается финансирования Смотрите, следующий отопительный период Охопливает как 2016 и 2017 годы То есть это будет покрываться бюджетом Как этого года, так и следующего года Кошты предоставлены в бюджете в полном объеме Так же они будут в полном объеме Закладены и на 2017 годы Конечно, следующий отопительный период Будет достаточно сложным До программы субсидий Будут залучены еще близко 4 млн домогосподарств Если в прошлый период Мы охопили программу Близко 5,5 млн домогосподарств То до этих домогосподарств Долучится еще близко орентовно За нашими розрахунками 4 млн домогосподарств Это гигантская сумма И это можно сегодня констатовать Что это максимальная чисельность И как И мы так же усведомляем Что необходимо шукать Альтернативные действия Заходы и засоби Подвищения уровня жизни граждан Звичайно, первое, это заработная плата Подвищение тапель Вот давайте о заработной плате Снова вернусь к письму Нет, это очень важно, Борислав Затем вы задаете следующий вопрос Вы заговорили о заработной плате Я на этой неделе получил письмо От управления социального захвата Я вам не скажу специально Из какой области Но оно было подписано Конкретными людьми Около 18 подписей Люди плачут О том, что прошлое повышение Управления социального захвата Это ваши подчиненные Люди плачут о том, что Прошлое повышение Зарплаты оказалось филькиной грамотой Их всех заставляют писать Заявление на отпуск за свой счет Минимум на 8, 9, а то 10 дней в месяц Таким образом Экономится фонд На бумаге Зарплата бюджетникам увеличена Реально вы получаете копейки Мы знаем об этом Красиво Как вы можете это прокомментировать? Я не дам вам это письмо, но оно есть Зарплата Зарплата Я не дам Не надо фамилию человека Подождите Фамилию человека называть не нужно Но город и предприятие По захисту маленького городка Скажем В Харьковской области Уволят все Это чистое Это абсолютное нарушение Абсолютное нарушение И с ним Всего Так нельзя поступать И чтобы с ним бороться То, что вы говорите Что людей заставляют Писать заявления И не только в Харьковской области И в Херсонской И в Запорожье Пожалуйста Кто сейчас нас слышит Вы об этом впервые слышите? Я впервые обращаюсь к людям Пожалуйста Напишите на мое имя Как депутата Верховного Совета Письмо В Фейсбуке Как угодно Сообщите ваш город Управление соцзащиты Не пишите даже вашу фамилию Но скажите где эта проблема Без фамилии это не рассмотрят И мы там отрываем голову Руки и ноги Видите? Как мы можем бороться? Как мы можем бороться Не знаю где это происходит Вам известно об этом? Или нет? Нет, не правда У нас в Украине Близко трех миллионов Працовников бюджетной сферы Это не однородная категория Громадян Финансуется их заработная плата И с местных бюджетов И с районного уровня И с областного уровня А также они могут финансоваться С государственного уровня Сказать вам конкретно Стосовно вашего листа Яка выникла проблема Действительно Мы так не можем Но заработная плата В этом году Вперше За последние три года Подвищается На уровень выше Нужно уровень инфляции И это достижение И эту работу Но люди ее не видят Вы понимаете? У нас ревень инфляции У нас ревень инфляции Там уже за 70% Они повысили на 5% О чем она говорит? Вся зарплата Складывала На основе Сфальшованного Прожиткового минимума Для боча Для боча Борислав Моя пенсия 1230 гривен Это та моя минималка На которую мы с сыном Выживаем 1230 минус 600 630 гривен Это остаток пенсии На меня и сына После обязательного Платежа по субсидии По 315 гривен На человека в месяц Борислав Ничего не прошу Расскажите Как выжить? Я получаю Действительно много Сообщений в фейсбуке Люди приходят Спрашивают Они ведь не просят Субсидию На самом деле Они просят Либо возможность Зарабатывать Либо достойную зарплату У нас все время Странная ситуация Мы боремся За какие-то Льготы За субсидии За какие-то Дополнительные выплаты А ведь все Гораздо проще Должны быть Тарифы В соответствии С доходами населения Это раз Это очень просто Это действительно логично Второе Для того Чтобы не выплачивать Субсидии А дать людям Нормально зарабатывать Для этого надо создавать Комфортные экономические условия Поднимать экономику Это не пустые слова Понимаете У нас же Мы все кричим Когда МВФ даст деньги Господа Какой МВФ даст деньги У нас под подушками В Украине По официальной статистике Находится 80 миллиардов долларов Вы понимаете Что эти деньги Могут работать Эти деньги Не работают Эти деньги Не несут в банки Потому что экономика мертвая Для внутренней инвестиции Никакого интереса нет А самое интересное Я хочу сказать Что при всем этом Есть потрясающие условия Депутаты Действительно Некоторые депутаты Действительно Живут в параллельной вселенной Они думают Что люди Выживут А люди думают Что депутаты О них позаботятся Вот тот момент Когда их вселенные Разойдутся Произойдет конфликт Этот конфликт Никому не нужен Поэтому Нам надо четко понимать Субсидии на всех Давайте говорить откровенно В случае Если это будет Более 50% Населения Украины Бюджет просто не выдержит Уже более Секундочку Не выдержит Алексей Да Второе Второе Я хочу закончить Алексей И второе Самое главное Что на словах У наших политиков Зачастую Все красиво получается У них 2 плюс 2 5 Но в математике Как бы ты не пытался 2 плюс 2 4 Поэтому Если мы будем Не искать Сферического коня Не в вакууме А реально решать проблему Будет проще Спасибо А не реально решать проблему Вере Рябцевой Вот она к Бориславу обратилась А можно Вере Рябцевой Из города Марганца Дать конкретный ответ И совет Что ей делать Я обращаюсь к вам Может быть вы слушаете Может быть Бориславу Вы напишите ей Что ей она может сделать Дело в том что когда живет Раньше Когда живет безработный Человек Ну не инвалид Ничего Взрослый Но безработный Субсидии не выдавалось вовсе Это поменяли систему Сегодня она выдается Но считается Что такой человек Получает двойной Минимальный Прожиточный Минимум 2900 Если Вера Рябцева Обратится Своей семьей В комиссию В управление соцзащиты По нашему решению По решению правительства Комиссия имеет право Засчитать доход Ее сына Который безработный В два раза меньше И тогда этот обязательный Платеж 600 гривен Станет у нее меньше В два раза Я просто Да, это 300 Но для вас Может Борислав 300 гривен Все равно Для Веры Рябцевой Я уверен Это конкретная проблема Так вот если мы А теперь я отталкиваюсь Если мы как политики Будем давать конкретные ответы На конкретные вопросы людей Вот что делать Вере Рябцевой В такой ситуации А ведь таких как Вера Рябцева Десятки тысяч В такой ситуации То мы что-то будем двигаться Я думаю что вы даете этот совет Я думаю о другом Это не обвинение Я думаю Насколько это унизительно Для Веры Рябцевой Для миллионов наших сограждан Ходите умолять по этим комиссиям Не надо никому ходить умолять Это унизительно Это унизительно Сегодня подается одно заявление Вся наша жизнь Дайте микрофон Сегодня жизнь в Украине К сожалению тяжелая И унизительно Для очевидных людей Что дальше Но на сегодняшний день Как показывает практика Система надания субсидий Настолько автоматично Спрацовывает Что никого не прошу Прохать не нужно Людина должна Звернуться И виявить Бажание Отримать Допомогу Отказа в субсидии не будет Отказа в субсидии не будет На сегодняшний день Абсолютно Відповідально Можем заявить Критерию Дохода Який бы перевищивал Ревень И не давал право на субсидию Не существует В целом Иснует баланс Между доходами И витратами То есть В данном випадке Отказ есть В данном випадке Если мы с вами взглянемо конкретную ситуацию Мы сможем Знову ж таки Надать Конкретную Випадку Я вам передам эти данные Обязательно Поможем хоть кому-то Татьяна Острикова Давно обещаю вам слово И вам Алена Обязательно Вы следующее Спочатку Что до мораторий Действительно Это решение Крайне захитное Как идут органы Местного самоврядувания Яки природно И ближче До людей Но давайте Говорить честно Что это решение Политическое И оно еще Принесет Свои руйновные Вплывы на экономику Потому что Вони могут это делать Юридично Но они должны Свои гроши Виделять Компенсацію Резници Тарифу Это раз Но если это делать Абсолютно слушно Коллега зауважив Это не будет Стукаться субсидиями То есть Нема механизма Как дотации Будут накладаться На субсидии Плавно Перехожу до субсидий Я уже Цю тему Поднимала В попередній программе Что у нас Виходить Ті бюджетники Про яких Ви говорили И в яких Той дохід на 100-200 гривен Больше Неж дохід Який даёт право на субсидию Вони Получается автоматично Державою ставляться В дискриминованное становище Їм вигідніше Не працювати И отримувати субсидию Неж ходить на работу Працювати Гарувати И отримувати ті гроші Більша половина яких Піде на Власне Бюджетникам Зарплаты в конвертах Как раз они святят Тому ми в першу чергу Повинні думати Ну Це рішення Місцевих рад Вони дійсно є політичні Для того Щоб привернути увагу держави Для того Щоб це питання Вирішувалося На державному рівні Але його потрібно Вирішувати системно Ми повинні усвідомлювати Що просто не платити Бо є мораторій Якоїсь місцевої ради Ну це все одно Потім потрібно буде заплатити Альона Дякую Дякую за слово Доброго вечора По-перше По-друге ви знаєте Я вже про це говорила На попередній передачі От влада і експерти Які говорять що все в порядку І все правильно Вони нас заводять просто в глухий кут Тому що що відбувається Чим більше у нас субсидій Тим більше у нас домогосподарств на субсидіях Субсидії це не гроші Вибачте З космосу Це не гроші від МВФ Це наші з вами податки Це податки буквально От кожного українця в студії Чим більше ми платимо ці субсидії Тим більше люди які отримують там Ну трошки більшу зарплату І не можуть на субсидію розраховувати Будуть дійсно отримувати чорну зарплату в конвертах Зарплата буде мінімальна Будуть отримувати субсидію Субсидії треба буде ще більше Податків буде в державній бюджет ще менший І у нас буде економічний колапс Ну це реально правда І держава не знає Зараз влада не знає Що з цим робити Вибачте Замість того щоб взяти один рік Два роки Зробити енергоефективність Встановити лечильники Як це було в інших країнах Не підвищувати до 100% Як це зробив Гройсман А підвищувати в Британії Ну принаймні до 75% І зробити рік енергоефективності Щоб люди менше споживали Ви цього не робите І ви навіть не пропонуєте це робити Говорити про те що Львов, Одеса або Київ Можуть щось субзитувати самостійно Ну по-перше це юридичний нигілізм для мене Я не можу уявити як це буде відбуватися А по-друге вибачте У нас є сотні, десятки і тисячі сел Райцентрів, людей Ну все ж таки люди більш заможні Якраз живуть у Львові, можливо Одесі чи Києві А що робити всім іншим Там 30 мільйонам громадян України Ви про це взагалі говорите Що їм робити Ну а останнє що я хочу зазначити Для мене шок Два роки в політиці Я все ще не можу звикнути до подвійних стандартів У подвійної брехні От я так розумію що пан Розенблат Який не голосує за створення ТСК з тарифів Який не голосує за те щоб зменшити За законом Батьківщини Який не голосує навіть за включення в порядок денний Ви праві Навіть за включення в порядок денний Ви не голосуєте цього питання Ви потім їдете до себе на округ І кажете вашій місцевій владі І агітуєте місцеву владу Зробити мораторій на підвищення тарифів Це ваш прем'єр зробив ці тарифи А ви зараз зробите мораторій Ну як це так Я заперечую За що ви голосували? За що ви голосували? Оператори покажуть зараз голосування по ТСК Якщо ми не голосували Ви вибачте Тримаємо ефірі Для того щоб не брехати Альона вибачте Я дуже вас поважаю Але таким чином не роблять справу Я голосував за вашу ТСК Питання не в тому Я погоджусь за ТСК Я погоджусь на будь-які сьогодні ваші коментарі Я не погоджусь тому Що вчора коли треба було голосувати закон Який би спрямував можливості Для обрання нових членів НКРЄ Я теж не переглянули Там переглянули всі тарифи Ви не голосували Ваші фракції не голосували Радикальна партія не голосувала Вам треба хаос Вам треба бардак в державі Вам не треба яких тарифів Ви на сьогодні їздите по країні Я не хочу сказати за які кошти Да ви ж їздите по країні і закликаєте в табораторію Поїжджаєте в табораторію А не я Я закликаю на суспільні опозиції Ну я Ну це просто поміли стандарти і попрійдемо прахляти Олексій, я не згоден Ми в національній опозиції Хорошо Ми не в опозиції до держави Україна А навпаки Повністю на стороні Але до конкретно сьогоднішньої влади Ми в опозиції Національній опозиції Андрій скажіть Як ви вважаєте К осінні тарифний питання Можете змінити політичний розклад України? Він зможе На жаль І знаєте Навіть не в тому плані що політичний Він може створити соціальну напругу величезну Він її очевидно створить Тому що Верховна Рада не захотіла приймати рішення Які би унеможливили би це І це дуже погано Оце засовування голови в пісок І якось воно розсесеться Це не політика Це не відповідальна позиція Я не хочу зараз багато говорити Багато вже було сказано Я скажу дві конкретні тези І кай кожен робить висновки Особливо враховуючи що інформації зараз дуже багато Але я хочу сказати конкретні речі Перше Нам розказують про те Що підняття цін Підняття тарифів Це боротьба з корупцією в енергетичній сфері Поясніть будь ласка Яким чином ми поборемо корупцію в енергетичній сфері Якщо нашим громадянам пропонують Заплатити в кишеню корупціонерам Які далі контролюють енергоринок Ще більше грошей Як це поборить корупцію А якщо у вас нема грошей То ви сподіваєтесь що держава вам дасть субсидію Щоб точно корупціонери отримали гроші Це перша позиція Можливо треба почати з того Щоб побороти корупцію в дійсності А потім говорити про підвищення Це раз і розумне А не отаке бездумне як зараз відбувається Чи взагалі воно тоді буде потрібно Якщо не буде корупції Другий момент Якщо ми говоримо про ситуацію з газом Ну проста річ Це говорив навіть Я дуже добре пам'ятаю Як це говорив Яценюк Ще коли він не був пріарміністром Протім став пріарміністром Він про це забув Нинішній уряд так само продовжує ту ж саму позицію В Україні приблизно щороку Видобувається 20 мільярдів кубометрів природнього газу З української землі Це згідно Конституції Наше спільне надбання надра Які знаходяться в Україні Потреби українських домогосподарств На сьогоднішній день Приблизно без промисловості наголошую Приблизно десь там 17-18 мільярдів Тобто залишком Вистачає українського газу Для покриття потреб домогосподарств Чому ми продає Держава регулятор ставить тариф І продає цей газ українському населенню За ціною імпортного газу дорогого Оця різниця Це і є головне корупційне питання Яке існує Відповідь на це питання Я поки що ніяку не почув Дякую Що ви хочете добавити? Колеги Тотально погоджуючись з тим Що сказав колега Елєнко Я просто можу додати з ідеологічної точки зору Ну дивіться ідеологія яка Замість того щоб забезпечити людям робочі місця Замість того щоб забезпечити людям достойний рівень життя Людей 10 мільйонів домогосподарств Ставлять на коліна І роблять залежними від держави Пробачте Кого як держава ми виховуємо Ми не виховуємо людей Так раніше було 15 мільйонів домогосподарств Отримували дотацію Всі отримували Ті хто живуть в Вілі на 500 метрів отримували Ті хто живуть в Хрущовці отримували Всі 15 мільйонів Звичайно 9 мільйонів домогосподарств 15 Це дуже багато Але це на 6 мільйонів вже менше ніж це було раніше Бо зовсім нещодавно ми давали дотацію всім Багатим, бідним, потребують, не потребують всім Сьогодні половині вже не дають Я знову переведу для телезрителів Нові платіжки і розценки вам не подобаються Этим ви наказуєте багатих Сказан Олексій Гончаренко Почекайте Я хочу тут неможливо просто не встаючи взяти слово Я хочу сказати одну головну тезу Насправді Проблема в тому Проблема в тому Що газова тема завжди була бізнесом прем'єрів Президентів і тих хто мав владу в країні І коли ви говорите пане Власенко Про те, що ви збираєтесь щось змінювати Всередині парламента То це говорити треба починаючи з відкликання Газового олігарха Якого ВДТ в Полтавській області По 151-му виборчому округу Так, пана Богдана, який все життя займався газом І на газі заробляв І який, до речі, коли ви говорите про подвідні стандарти І про чесність Зареєстрував крім себе Ще 20 технічних кандидатів І в неділю вони збираються Організувати фальсифікаційний шабаш Разом із партією влади Яка так само це буде робити Але це не пройде Ми поставимо разом із людьми У позу вашого кандидата І змусимо Сергій І змусимо Чесно Врати ці вибори Ірина Сисовенко Та ні, будемо говорити Тому що приходять Олігархи в парламенті І не призначають які тарифи Ірина Знаєте, ми говорили о бюджетних Так вот я хочу сказати о медицинських работниках Сьогодні середня заробітна плата медицинських работників 2,5 тисячі гривень Знаєте, я не представляю О чём думає врач Который делает операцию В тот момент Когда у него такая Нищенская заробітна плата Знаєте, вот Сьогодні государство Именно эту Сферу Поставило в два условия Первое Ірина, я приводил пример Работників соцстраха А заставляють врачи Сьогодні писати заявление На отпуск за свій счёт? Их заставляють Гночі здавати Я знаю Пример по учителям Мне директора школы Рассказывали Их заставляють Своих учителей переводить На четверть ставки Ну сокращать просто ставку Чтобы люди меньше получали Что в медицине? Идёт колоссальное сокращение Медицинских ставок Идёт Закрытие больниц Зароботные платы Просто минимальные Работники здравоохранения Хранения сегодня существуют В двух условиях Первое Медицинские Медицинские работники Скоро придут К парламенту Митинг в белых халатах К правительству Стребованиям Ци грошей меньше Извините Он будет выбрасывать Он уже выбрасывает В парадных Можно зайти В центре Киева Валяются платежки Под почтовыми ящиками Это первое Это приведёт У нас была такая Относительная ситуация В начале 2000-х годов Когда пришло Первое правительство Ющенко И они убирали все эти сложности Поэтому народ Перестанет просто платить И это конечно Очень негативно скажется На стране Это раз Второй момент Я не знаю почему Ещё ни один юрист Не взял Эту тему по субсидиям Посмотрите Например Выплачиваются субсидии За электроэнергию Если посмотреть Кто нам поставляет Электроэнергию Их поставляют Энергетические компании Все они являются частными И дальше если пройти По бенефициарам Этим компаниям Мы увидим Что в конце Стоят иностранные предприятия То есть по сути дела Из бюджета Мы платим За границу То есть по сути дела Мы датируем Нашей экономикой Экономикой там Панамы Любых стран На которых зарегистрированы Но тут вопрос возникает один Как долго Надолго хватит терпения у народа Юрий Как вы считаете Осенью Ждать нам тарифных бунтов Или нет Когда появилась компания Юрий Я не Юрий На каком Я говорю В каком росте У нас появилась 2001 был открытый тендер Сегодня Каким чином Мы сегодня Мы говорим О юридической составляющей Когда государственный бюджет Украины Датирует Таким образом Люди же не получают Дотации Получаются Дотации получаются Энергокомпании Я найду слово Юрию Доброго дня Шановные телеградачи И вот тут молодь стоит Я хочу до вас вернуться Больше до молодых Вы знаете Я уже 30 лет в политике Майже И вот Жодного разу Жодного Тарифы не были Снижены Ни разу Була партия регионов Яка шла на выборы И казала Что В тот час влада Виктора Януковича Премьера Вона там Проганно распоряжается И треба використовувати Той газ Який им добывается Потем они пришли И про это забыли Потем пришли наступные Партия регионов Казала про те Что партия Батьківщина Яка в уряді Премьер-міністром Юлия Тимошенко Представлена Вона повинна Весь газ Видобування И тому подобное Все це словеса А что насправді А насправді Є одне Я вам гарантую Я вам гарантую От Загадайте Скільки кричали Про те Что треба Знизити пенсійний вік Якщо Хтось пам'ятає Ну Як Після того Як прийшли до влади Что нибудь было зроблено Забули Я закинчу Я мовчав Слухав Всех кто тут кричал Можна я закинчу И тому на сегодняшний день Послухайте Скажите Можки Можки Послухайте Так вот Що я вам скажу Єдине Що качає цю ситуацію Людям не потрібні тарифи От повірте Їм потрібні досрокові вибори Тому що хтось Збільшить представництво У Верховній Раді Потім вони створять Ширку І пояснять Чому вони її створять Вони же сьогодні створили широку опозицію Завтра буде Ширка Тому що треба рятувати країну І оцей шлях Який сьогодні тяжко Дуже повільно Як на мій погляд Але Україна робить До Європи До Євросоюзу І до того достойного життя Яке можливо через 2-3-4 роки Нічого Оце все ляже Повернуться Таможений союз Таёжний І будемо ми всі радуватися І знову доведеться Тільки ж Послухайте Не мені Я вже трічі Виходим на майдан Трічі Виходим Бюджет средствами Арестованими Просто Отобрати у воров І дати їм бедным Поступить Как Робин Гуде Ну Робин Гудов У нас не хватает Неделя Неделя Которую мы Нашей редакцией Назвали Посадочный сериал Сейчас мы это обсудим Очень громко Много громких арестов Чем они закончатся? Хочу сказати Как самый свежий Такой парадокс Будем Уважаю Это центр Где всего 1200 Пострадавших Это детство Киев стоит на грани Крупной катастрофы Как ее решать? Тоже есть решение Придется киевской власти Давайте Как ее решить? Вы нам расскажете Уже в следующей части Нашего Сегодняшнего выпуска Мы продолжим Ровно через несколько минут Ярких историй Очень много Будем разбираться Увидят ли небо В клеточку Все те арестованные Их уже там имена На десятки идет Я в них путаюсь уже Кто бриллиантовый прокурор Кто у нас янтарный прокурор Слишком много Этих дел Но Ни одного Еще пока приговора Дождемся ли? Выясним в следующей части Спасибо, что дождались И сделали вы это правильно Напоминаю Сегодня Последний выпуск Программы Черное зеркало Последний в этом сезоне В следующий раз Мы увидимся Уже совсем скоро Когда? Проанонсирую немного позже Но напомню До перерыва на рекламу Мы обсуждали Так называемый Посадочный сериал Десятки громких арестов Десятки и вышедших Под залог Под миллионные суммы Где-то они их берут Значит не зря Наверное их арестовывают Ну что ж Пройдемся по самым громким делам Попытаемся Выяснить Дойдет ли Хоть одно из этих дел До такого же От эффектного задержания До эффективного приговора Простите меня пожалуйста Я снова забыл фамилию этого строителя Усталась Вайцеховской 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 Да но я уже объяснял зрителям Тут и не такие люди как я запутаются Да Потому что действительно ежедневно В течении последних трех недель По два задержания по два громких дела Затем эти люди выходят Мы уже все запутались И я и зрители и я думаю и вы Так что с Вайцеховским Борислав Вайцеховским я хочу немножко продолжить Во первых я хочу объяснить ситуацию Что такое вообще Стройки Вайцеховского чтобы люди, которые живут в Киеве, понимали, во что они вляпались. Я на вскидке. Пырлона Троещины, Мозаика, Затошный, Сосновый Бор, Молодежная, Бастион, Радыный Замок, Соские Ставки, Шевченковский, Синеозерный, Флагман, Мегасити. Это десятки тысяч обманутых инвесторов. Это проблема, с которой Киев сейчас столкнется. И самое печальное, что еще не успела, знаете, как сказать, захлопнуться дверь. Теперь за Войцеховским, как выяснилось, что одну из его строек начал активно лоббировать секретарь Киевсовета. Он пытается отменить решение о том, что там сквер, и пытается по такой же самой схеме легализовать незаконную стройку. Я к чему это говорю? Что свято место пусто не бывает. Только одного приняли, второй сразу уже прикидывает на себя его одежку. Так вот, будем бороться и с этим. Теперь дальше. С чем придется столкнуться Киеву и как это решить? Придется садить крупных застройщиков и разговаривать с ними, чтобы они достраивали. Потому что сколько лет назад был элита-центр? Отхаркиваем до сих пор. А это в 30 раз больше афера. Это не элита-центр. Это строительная катастрофа. Отхаркивают, кстати, все, кроме зачинщика элита-центра. Он же вышел на свободу сейчас. Так вот, сейчас самая главная беда еще в том, чтобы киевская власть не забыла решать эту проблему. Когда я приходил к мэру Киева и объяснял АМУ, когда я объяснял к Киевсовету, что такое Войцеховский, все закрывали глаза и говорили, ну да, он афер, да, он преступник. Ну так где-то ж достроит. А как это выглядело? Он выгонял три этажа и продавал там 24. Бросал это, копал следующий, говорил, я же там строю, посмотрите. Следующие три этажа опять продавал 24. А кое-где у него по документам были гаражи. И вместо гаражей на коллекторе появлялись 20-этажные дома. Их не видел никто. Ни полиция, ни прокуратура, ни местные органы власти. Все слепые. Конечно же, бесплатно. Все слепота наступала абсолютно безвозмездно у всех. Андрей, а как вы считаете, это дело закончится приговором или нет? Дивите, тут Борислав дуже багато информации дав зараз нашим телеглядачам. Я думаю, що частина із цієї информации, можливо, навіть 90%, ми побачимо вже при тому моменті, коли цієї особи, яку сьогодні затримано було, будуть зачитувати вирок у відповідному суді. Я скажу, що ця операція і це затримання було спланованою операцією органів внутрішніх справ Генеральної прокуратури. І ми всі бачимо все ж таки, що з приходом Юрія Луценка на цю посаду, ми маємо підтримку і органів внутрішніх справ, які ведуть слідство, і, власне, ефективне процесуальне керівництво. Тому ця операція була спланована, і в один день цій особі було і затримано, проведено необхідні обшуки, здобути необхідні докази, документи абсолютно законним шляхом, предъявлено підозру, і вже, я знаю, що готуються матеріали, буквально лишилося декілька процесуальних заходів для того, щоб готувати їх для передачі до суду. Більше того, я знаю, що є декілька ще таких справ, які буквально в короткий проміжок часу будуть також гучні затримані, і якраз всі ці справи, вони мають великі шанси бути доведеними до кінця. І нарешті, нарешті країна може побачити перші вируки з новим генеральним прокурором, з новою правоохоронною. Він не успів утратити, він реально збирався покидати Україну, і це планирована акція, і президентівна правоохоронна. І в тому числі, завіться, вже ще один момент, Сергій, і ще завдяки тому, знаєте, один момент дуже важливий випустив, що про цю операцію не знав ніхто. Ні наші депутати, ні наші журналісти, ніхто не знав. Це була абсолютно професійно проведена операція. І якщо зараз наші лещенки, наєми і тому подібні депутати, журналісти перестануть вихоплювати інформацію правоохоронних органів і розголошувати її, то будуть такі самі операції проведені і такі самі будуть чесні людини. Сергій, що ви хотіли додати? Я б вже хотів тимуватись до того закрити. Дуже коротко, дуже коротко. Насправді, ми зараз повинні в всій національній політиці знайти кілька важких, але правильних рішень. Я вважаю, що у кожному місті, в кожному регіоні, в кожному великому місті є такі Войцехівські. Це перше. Друге, як з цим боротися? Дуже просто. Дуже просто. Я переконаний, що нам потрібен великий будівельний оператор, але державний, який буде займатися будівництвом і не призведе до подібних результатів. Так само у тарифній політиці потрібно націоналізувати газові і нафтові родовища. Цим шляхом потрібно йти посилення держави і участь державі в цих процесах. Це той шлях, яким йде вся Європа. І ми маємо стати на цю магістральну дорогу. Дуже сомнительний рецепт, якщо чесно. Ніколай. Ніколай, і ми закриваємо тему Войцеховського. У нас ще багато фигурантов. Я, не в Войцеховському, хотів сказати. Візнаєте, я в цілому, і як будь-який нормальний людина, я думаю, підтримує, що виробників задержують, що починаються якісь процесуальні дійси і так далі. Я хочу сказати немножко о другому. Я хочу сказати, що якщо ми не уберем умови, в які вони можуть завершати ці преступления, нічого не поменяється. Яркий пример – це Бурштин. Поменяли одних, забрали, і все продолжається. Тобто незаконний видобуток Бурштина продолжається. Продолжається, я недавно общався з моєю колегою. Меніються одні на інших. Ірина сьогодні, дайте мені закінчити, я буквально. Ірина сьогодні, ми сьогодні з нею виделись на бюджетному комітеті, куди Ірина прийшла з просьбою перенаправити 180 мільйонів, які були заложені в бюджеті, на покупку мамографів через міжнародні організи, перенаправити їх, эти средства, перенаправити на те, щоб ми направили їх на лічення наших граждан за рубежом. Ось цей шаг в отноші того, щоб міжнародні організи закупали у нас оборудовання, він був сделан як антикоррупційний. На сьогоднішній день, тільки порядка 30% із прошлых ассигнівань освоено, 15-го року, а до 16-го року взагалі ніхто не підступав. Тож саме ще раз кажу, в усіх відношеннях. Якщо ми не вберемо те моменти, багато котрим може відбуватись корупція, то цих задержань, цих действів буде скільки угодно. Але от цього ситуація в країні, ситуація в економіці, вона не зміниться. Хоча, безусловно, як говорив класик, вор должен сидіти в тюрмі, але, опять же, він там должен сидіти, а не так, як відбувається з Бачковським і Стаєвським. І, кстати, у нас в сентябрі починається нова сесія. Давайте вспомним один момент буквально. Міністр внутрінніх дел Аваков год назад в прямому ефірі сказав, що в тих событиях, які відбувалися під Верховною Радою, я не хочу сейчас нічого сказати про Свободу, щоб ми не починали, але він сказав, що виноваты представители Свободи. Соответственно, за год нічого не відбувалося. Либо міністр внутрінніх дел соврал, і тоді він за це повинен відповідати, либо тоді повинен були панести наказання люди... У нас таких громких обвинений в Фейсбуке накопилося за два года. Так, убили 4 нас гвардейця прямо перед Верховною Радою, і за год нічого ніхто не знайшов. Можна отреагувати? Можна, але дуже коротко. На самом деле, дуже коротко. На самом деле, действительно, нужно убирать условия. Але хто може убирать условия ці для корупції? Парламент. Хто має мати закон нормальний по бурштину? Парламент. Колега Розенблат этим давно займається. А по чому ми не можемо це зробити? А потому що у нас в парламенті, вот у вас йде на екрані картинка. Те, хто має сидеть в СИЗО, такі як Масичук, сидять возле трибуны. У нас є целая група тунеядців образовалась, які все роблять, щоб парламент не працював. У нас же є коаліція. Ви ж на каждому ефіре? А це нормальна работа? Ви ж на каждому ефіре утверджаєте, що коаліція сильна, як ніколи. Посмотрите, пожалуйста, на цю картинку. Що це за морські котики? Спят, лежат, сидят, п'ють воду, холодне пиво, запускають дрон, скоро там і не знаю, що буду робити. А че вони там роблять? Ви ж на каждому ефіре говорите, що коаліція не зробити. Так, це картинка, вот почему у нас нет условий. Потому що є група, є група, в якій потрібні тільки перевыбори і все. А тепер вторе. Ви говорите, посадочний серіал, так це серіал, який вас ждала вся країна. Це краще, ніж, я не знаю, богаті теж плачут, чи що угодно. Наконец-то, той серіал, який вас ждала вся країна, почався. Спасибо этому. На цей неділю в цей посадочний серіал підключились і правоохранители з іншої країни. Спецоперцію провели іспанські правоохранители і задержали, я би сказав так, Космоса-младшого. Сына легендарного мэра Києва, Леонида Черновецкого, Степана, у якого оказалось, як у ушіна, 11 друзей, які організували в Іспанії мафіозну групу, яка ворочала десятками мільйонів, як минимум. Отмывала. Возникає вопрос. Тут багато вопросів возникає. Давайте начнем с того, почему іспанці смогли... Почему іспанці... Не було б смішно, не було б так грустно. Так за нього... Почему іспанці смогли, а українці не заинтересовались сіном Черновецкого? Позвольте. Я хочу объяснить... Вот я хотів би, щоб Кирилл почав. Дорогие, в Іспанії така операция проводиться не перший раз. Іспанці достаточно бережно охраняють свою экономику. В 2005 році була проведена крупніша операция, де були задержані 20 українських бізнесменів, там, більшого кількість російських бізнесменів, які решили гроші, які вони відсюду спилили, перевезти там Коста Браво, Коста Дель Соль. Не скажу, багато імен, які і зараз у нас на плаву, і які зараз выступають спонсорами різних політичних блоків. Тому з Іспанією тут шутки завжди достаточне... Плохо играть. Просто Степа, він... Степа тож в космосі витає, і не там решила організовуватися. І тому він влетел в ту ж історію, вляпався. Я думаю, що треба вопрос задавати далі, вважатися туди, в деятельності Леонида Михайловича, подожди, об цьому чуть-чуть позже. Мене зараз волнує, чьи гроші відмивав сын Черновецкого в Іспанії? Деньги києвля. Деньги нашими з вами. Все, що продавалось здесь, в місті Києві, Леонід Михайлович имав потрясаючу способність. Он ніколи не имав актива в Україні. Он все сразу, спокойно переводив в кеш. І потім туди. Але я, на жаль, не можу не почати свою репліку з того, що я відреагую на те, що зазначив колега. Колега зазначив із блоку Петра Порошенка про те, що народ чекає видовищ, і ми даємо йому видовища. Насправді, в цьому, на жаль, сьогодні суть роботи української правоохоронної системи. Замість того, щоб фахово працювати, замість того, щоб фахово розкривати злочини, до речі, згадували еліта-центр, так очільник еліта-центру просидів роками в СІЗО без вироку. Роками. Це означає, що правоохоронна система не працює. Це перше. Друге, я хочу нагадати, що наслідком роботи правоохоронної системи є не затримання під відеокамери, а наслідком роботи правоохоронної системи є обвинувальний вирок суду, який набув законної сили. От давайте дочекаємось. У нас така, знаєте, традиція українців. Ми завжди радіємо. Ой, затримали. Давайте. Молодці. Луценка – геній сучасної правоправничої думки. Він молодець. Зверніть увагу, що відбувається в Іспанії. Що, виходять прокурори, дають коментарі? Ні. Журналісти десь, десь, папараці дізналися про ситуацію, сфотографували випадково. Сергій, я вас зараз так розчарую. Папараці у всім мірі працюють по наводці пресс-служб генеральних прокуратур. Повірте мені. Я ж не про це говорю. Механізм другой, а сказщики одні і ті ж. Я погоджуюсь з вами, але при цьому не виходить кожен день генеральний прокурор чи прокурор Барселони і не коментує ситуацію. Служа США першу чергу. Пожна я закінчу? Сергій, давайте все-таки ближе к деньгам Черновецкого. І не коментую ситуацію. Деньги, эти деньги Черновецкого, хоча б вот эти 10 мільйонів, а не вернуться в Україну или нет? Ні, насправді все залежить від ефективності роботи українських правоохоронних органів. Якщо міжнародний підрозділ генеральної прокуратури правильно спрацює, то це буде одна ситуація. Якщо керівник міжнародного підрозділу генеральної прокуратури буде розказувати, що він замість ефективної роботи займається реформою прокуратури, то у нас нічого не буде. Татяна Острикова, ви як вважаєте? Колеги, давайте розберемось, що йому інкримінують. Легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом, в Українському кримінальному кодексі, це стаття 209, вона завжди повинна мати предикатний злочин. Тобто це той злочин, внаслідок якого кошти здобуті. Тобто це розкрадання, службові злочини, наркотрафік, торгівля людьми, вимагання чи отримання хабарів і так далі. Так от, в даному випадку, я більше ніж впевнена, що джерело походження коштів – це Україна. І злочини предикатні вчинені, в тому числі, на території України. Тому для мене не дивно, що іспанська ФЕМІДА побачила і правоохоронна система претензії, не дивлячись на те, що він ці кошти вкладав і легалізовував на території Іспанії, скуповуючи там нерухомісті, утворюючи підприємства і сплачуючи їх статутні фонди. А українська правоохоронна система, вже скільки Космос чи Леонід Черновецький не обіймає цю посаду, досі немає до нього претензій. Ні по всіх земельних питаннях, коли земля київська розпродавалася. І тут вопрос. Юрий Луценко сегодня сказав, що в понедельник йому доложат о том, в якому стані пребувають дела заморожені, як висказався генпрокурор на сьогоднішній день, по Леониду Черновецькому. Доберуться до Черновецького, Кирилю, як лише? Можете сказати, є матеріали Временной следственній комісії, за яку голосував парламент. Там, де четко по пунктам, в 2010 році проголосував весь парламент, я був вынужден розглавляти цю комісію. Четко комісія называлась по нарушениям законодательства України мэром Києва Леонидом Черновецьким і його командою. Але я хочу ще добавить, що практично 90%... А на яких сумах шла речь? Шла о мільярдах. Мільярда гривень? Разворованных, о мільярдах долларов. Долларов? О мільярдах долларов. Але я хочу сказати, що лучші представники, ну кроме самого Леоніда Михайловича, який на сьогоднішній день строїть демократию в Грузії, лучші представники зараз в українському парламенті. Назвати їх фамилии? Ми всі знаємо, вони хорошо голосують. Вони всі на сьогоднішній день працюють в українському парламенті. Кроме того, я с вами полностью согласен, но международне законодательство для этого, помните, у нас постоянний серіал, как только становится плохо, у нас возвращається все к делу Лазаренко, к возврату його средств. Альона, а как ви считаєте, наскільки сильно закручился? Считається преступлення, совершене на территории Іспании, і тому всі деньги, получені від цього преступлення, остаються в бюджеті цієї країни. Але не такі дурні іспанці, щоб дати Україні вернути ці гроші. Альона, Черновецький старший, той, у якому космос, може спати спокійно? Хоча він, в принципі, вне зони доступа на сьогоднішній день. Наскільки я знаю, він в Фейсбуці коментував вже затримку його сіна, абсолютно спокійно зараз він спить. Ну як це виглядає? Ви знаєте, зараз говорять, що дві найпопулярніші фотографії в Фейсбуці взагалі, це була якраз фотографія затримання от Черновецького молодшого і Кітп, прем'єр-міністра фактично Англії. Але питання в тому, що, ну давайте подумаємо, з ким ще пов'язано і був пан Черновецький. Відома його молода команда абсолютно. Його права рука був Олесик Довгий. Я не побоюся назвати абсолютно ці прізвища. Олесик Довгий зараз дає голоси і додає голоси БПП за всі важливі речі. Навіть кнопку давить за БПП. А пан Борозенко в БПП знаходиться. В БПП знаходиться. І в той час, коли він зламав ногу, його картка голосувала за ревінацію реформи державної служби. Його картку кнопку давлять в парламенті, це вже доведений відеофакт. Тому тут питання, коли ми перейдемо от якраз з цієї такої піарної складової до реальних речей. А ще я хочу сказати, ви знаєте, я не часто погоджуюся з колегою Гончаренком, але тут я погоджуюся, ми говорили багато про питання бурштину. От минулу передачу говорили про великі посадки бурштинові, і тоді Луценко заявив, що дійсно він не може одними посадками цю проблему врегулювати, треба приймати закони. Є два закони, де долучена фракція Батьківщина, долучений мій колега Сергій Євтушок, долучений пан Розенблат. Це про старатиську діяльність і про видобуток бурштину. І ми вимагаємо вже рік поставити ці закони на голосування. А за нашою вимогою, фактично, вони були на голосуванні в четверг. Знаєте, яким номером порядку денного? 76-м. Тобто до них ніколи ніде взагалі голосування. За рік вони стоять перший раз 76-м номером. Колеги, ось реальна картина і реальне бажання щось робити. Насправді, якщо ми згадаємо діяльність Черновецького, то це було абсолютне розгробування Києва в промислових масштабах. І тут є два фактора, чому команда Черновецького не переслідується в Україні сьогодні жодним чином. Ну, по-перше, тому що вона вся сьогодні, ну, це вже було сказано, крім хіба що самого Черновецького, всі приділі, всі працюють, всі займаються виборами, всі займаються скупками, всі інтегровані і так далі. Тобто ясно, що самі себе, ну, хіба що як змія сама себе захвіст хопить. А другий момент, це, ну, якби, Черновецький був, звичайно, ну, скажімо, людиною з розмахом, але він довгий час тримався при владі в Києві, в тому числі тому, що він залучав інших в свої схеми. І то, що він деребанив землю, він ділився з ким потрібно, ділився з правоохоронцями, ділився з тодішніми політичними лідерами різного рівня, як київського, так і загальнонаціонального. І є очевидно, що вони всі уже в певну міру співучасники розгробунку Києва. І тому сьогодні чіпати Черновецького в Україні, ці люди, в цьому форматі, вони просто не можуть це робити, бо вони самі тоді проти себе будуть діяти. В Європі інші правила, в Європі правова держава, там ніхто на це не дивиться. І на відміну від української системи, коли у нас дійсно багато зараз історій з затриманнями, потім, правда, їх там через два дні випускають, а потім через місяць забувають за цю кримінальну справу. Це знаєте, як хтось в Фейсбуці вглучно написав, це як передача про рибалку на каналі Дискавери. Впіймали рибу, сфотографували, відпустили. Ну, це був пост Борислава Берези, авторські права збереження. Але я думаю він теж не це придумав, я думаю він теж не це прочитав. Відповість на автора, тому закон ви не нарусили. Юрий, я вас хочу поінтересовувати. Я хочу выступить адовкатом дьяволу. Але сьогодні генпрокуратура України відправила запрос в Іспані по поводу Степана Черновецкого. І я хочу сказати, що якщо Юрія Луценко інтересує місце в історії України, то я думаю, що він зараз начнє телодвиження в цю сторону. А я почему-то думаю, що він начнє. І він привезет сюди і Степана Черновецкого, а може навіть поможуть ці гроші. Але в будь-якому, я представляю, скільки людей... Але це будь-якому, що треба припинити справу в Іспані. Мої колеги сказали перед програмою, що привезти Степана Черновецкого в Україну – це відкрити ящик Пандори. Пусть відкриває. Я вам скажу спасибо. Андрій только що говорив о тому, що слишком часто задержанная виходить. Юрий, як ви считаєте, в Україні ми когда-нибудь будемо наблюдає цей баланс між громкими задержаннями і громкими приговорами? Ці цифри когда-нибудь сравняється чи ні? Міжособозники прекращають? Ну, перше, що я хотів сказати, якщо ми хочемо жити в Європі, то сьогодні не показали жодного злочинця. Показали підозрюваних, яких підозрюють в скоєні злочині. І стануть вони злочинцями в той момент, коли будуть засуджені судом. І тому, шановні народні депутати і ненародні депутати, будь ласка, притримуйтесь етики. Це перше. Тепер друге. Я не погоджуюся з ведучим, що у нас всіх випускають. У нас коли почали ставити 200 мільйонів, 400 мільйонів за вихід, ви знаєте, якось воно набагато менше почали люди виходити. І сидять, і навіть 50 мільйонів сидять. А якщо врахувати, що корупційні злочини вже рік, про це кажемо, що треба, не можна, щоб застава була, якщо є корупційний злочин, то інколи хочеться крикнути, от Верховній Раді, працюй, курва. Ну в кінці кінців. Ну може бурштин приймати, може все ж таки знімати корупційну складову, коли людину, яку звинувачується в мільйонних розкраданнях за 500 тисяч випускають. Це ж не тому, що... І третє, останнє, що хотів сказати, ми зробили, ви зробили, ви, хоча і все суспільство, судову реформу. І коли ми розповідаємо, що люди хочуть, або ми, політики, хочуть, щоб було зрелище, це неправда. Люди хочуть справедливості. Оце найбільше. Ви заговорили о сумах залогів. Я могу... Я сразу вспомнил, що ми подготовили вот таку цифру последніх полутора місяців. За последні шість недель залогів винесено в судах по громким делам задержанням на 1 млрд 973 млн гривень. Борислав. А можна не знати, а скільки все у вас сплачено, скільки все у ВНЕСОВ? Борислав, ви просили слово, я вам даю слово, но прошу ответити на мой вопрос. А вам не показалось... Где не внесено, а не не вышли. В чому проблема? Где не внесено, а не не вышли, а не знаходиться в СИЗО. Проблема в тому, що ця цифра никому не прощена. Ви не обратили внимание, що в последнее время все эти громкість задержання превратились в некую волну. І відбувається впечатлення, що хтось спеціально, ну я не хотів би говорити слово піаритися, ну, по крайней мере, готовить какую-то почву, ну, наприклад, для концу окончання политического сезона в Україні. Щоб було чим отчитатися. Или, наприклад, щоб було, що говорити міжнародним партнерам при торгах з МВФ. Или було з чим поїхати в НАТО. Дякую. Я хотів би подробити ваше питання на дві частини. Перш за все, дякую колега виступав. Він сказав справедливість і невидородність покарання. Те, що вимагав Майдан, і те, що вимагають сьогодні люди. Те, що пішла така волна, як ви кажете, затримання, це, скоріше, та політична відповідальність, я нагадую, політична відповідальність Юрія Луценка, коли він ставав прокурором. Пан власника кричав, що він не має права бути, тому що він не має юридичної освіти. Інші там члени закликали, там не дозволимо, все інше. Але він став і він сьогодні показує свою роботу. Те, що сьогодні це стало. Це сьогодні, що можливості стало. Я хочу другое питання сказати. Слухайте, це питання суддів. Про те, що кажете, чим вони завершаться. Я хочу навести приклад. Сьогодні 40% суддів не бажають йти на атестацію. Вони зрозуміли, що немає в новій формі суддочинства справа і шансів на роботу. Вони зрозуміли, що вони ніколи не докажуть, що вони мають право працювати, що у них є статки, які вони мають доказати. Абсурдно, це свідчать цифри. І я хочу просто навести маленький приклад. Коли в понеділок Юрій Луценка був на фракції, він сказав одну фразу. Я не виключаю того, що після затримання всі, кого ми затримали в Рівненській області, на їхнє місце не прийдуть інші. Тому що нема найголовніше законів, які б не дозволяли цього робити. І ось сьогодні я хочу сказати, пане Сергій, я не перебуваю вас. І в чому проблема? Послухайте, я хочу про останність сказати. Те, що ми зробили, і як би там не було, ми створили всі антикорупційні заклади, які повинні сьогодні злагоджено працювати. Я не виключаю сьогодні низький фах цих людей. Тому що дійсно вони сьогодні нові. Вони прийшли. Я розумію, що в юридичних компаніях працюють люди, які отримують члени тисячі доларів. І вони набагато краще себе розуміють в тих чи інших процесах. Але те, що сьогодні ми навчаємося. Те, що ми сьогодні робимо, і те, що НАБУ, Генпрокуратура, НАЗК, всі інші працюють, це є ті наслідки, які сьогодні ми бачимо. Ще одну давайте історію розберемо. Ви мені говорите, я слишком преувеличиваю розмах відпущених, ну то, кількість відпущених з судов. Виходить, действительно, под залог очень многие. Один із таких замминистра здравоохранения. Ірина, напомните нам Василишин. Я ще раз признаюсь, я уже путаюсь в этих фамилиях. Василишин на сегодняшний день на свободі, да? Да. Какой залог за нього внесли? По-моему, 2,5 млн грн. Ну, в общем-то, не так и много по сравнению с теми суммами, которые ему инкриминировали. А зарплаты в 4 тыс грн для него это много? Объясните, пожалуйста, как вот вы в предыдущей части программы говорили о нищенских зарплатах. Василишин построил бизнес на выкачивание денег именно с врачей. Речь шла о десятках млн грн. И, по-моему, задействована была в этой схеме всего лишь одна больница столицы. Я правильно говорю? Да. Я хочу сказать о том, что первое. Именно в этой ситуации, когда по информации Генеральной прокуратуры Украины речь шла о том, что каждую неделю финансовый поток составлял от 50 до 100 тыс грн. Значит, о чём это говорит? О том, что какие большие финансовые потоки сегодня существуют в системе здравоохранения, которые находятся в тени, и это суммы, мы понимаем, что только одного медицинского учреждения. Второе. Также это говорит о том, что сегодня медицинскую помощь финансирует пациент из своего кармана. Оплачивая лекарственные препараты, оплачивая медицинскую помощь за саму услугу врачу и так далее. И тогда вопрос, а куда же идут деньги из государственного бюджета на систему здравоохранения? Поэтому именно эта ситуация говорит об неэффективности сегодня государства, что государство не контролирует практически такой же объём теневых денег, как и бюджет системы здравоохранения, который находится в тени. И если это не контролирует государство, соответственно, это начинает контролировать кто-то другой. И последнее. Я думаю, что, говоря сегодня о государственных органах, которые занимаются коррупцией, то мы понимаем, что у нас существует Национальное антикоррупционное бюро, Генеральная прокуратура Украины, СБУ. Это выглядит, знаете, как таким соревнованием тех показательных арестов, которые начинают проводить каждый орган, показывая свою эффективность в борьбе с коррупцией. Андрей, как вы считаете, такие, как Василишин и Ижа с ним, они вообще имеют право на выход под залог из СИЗО? Вы знаете, я лично ставлю себя очень негативно до того, что Криминальный кодекс у нас действительно предпочитает выход коррупционера за эти же фактически коррупционно сбогаченные деньги на свободу. В тот же время я негативно могу ставиться и до того, что коррупционер должен сидеть в СИЗО. Я думаю, что должно быть какое-то другое альтернативное решение для того, чтобы все-таки не переповнювать наши СИЗО, не получать их, а просто делать им або домашние аресты, або другие заходы, которые у нас существуют. Но я бы хотел все-таки, можно я продолжу? Я бы хотел все-таки продолжить. Я просто не могу не сказать одно слово. Андрей, ну как можно так говорить, хай коррупционер не сидит в СИЗО, у нас в СИЗО сидят люди, которые там, знаете, вкрали коррупционер, они сидят в СИЗО, а вкрав миллиард, он не будет сидит в СИЗО. Это за логика. Я как раз скажу про то, что не можно эти деньги направить на то, чтобы заплатить заставу и выходить на свободу. Я про это и говорю. Но ты же только что сказал, что это не нужно, чтобы он сидит в СИЗО. Я продолжу, я продолжу. Мы сегодня тут говорили про то, чи можно зараз повернуть из Испании гроши, которые начебто злочинным шляхом там здобував пан Черновецкий и другие гроши, которые вкрали в нашу державу. Питание в том, что захочет этого держава. Но когда мы критикуем правоохранные органы, это одно вопрос. Они как раз настроятся сейчас на работу и начинают показывать результат. Но у меня есть вопрос до всех коллег народных депутатов. У нас есть полтора миллиарда долларов, которые вкрав Янукович. Он же их вкрав. То почему мы своим голосованием не смогли повернуть эти деньги до государственного бюджета и передать эти гроши на армию и социальную и социальную штуку? Извините, очень срочная новость мы получаем сейчас в это время из Турции. Сейчас над Анкарой в это время, вот вы можете видеть на видео, летают истребители вертолеты. Военные самолеты замечены в небе над городом. В городе слышны звуки стрельбы, об этом сообщают многие информационные агентства. Отмечается отдельно, что один военный вертолет открыл огонь в районе здания разведслужбы Турции. РИА Новости вообще сообщает, что в столице Турции заблокированы все соцсети. В чем причина? Только что несколько минут назад выступил премьер-министр страны Бенали Илдырым. Он сообщил, что в пятницу вечером в стране произошла попытка государственного и военного переворота. Речь идет о незаконной попытке предпринятой группой военных. Ну, судя по тому, что премьер заявил, что участники этой попытки заплатят высокую цену, мы можем предполагать, что эта попытка была неудачной. Хотя новостей сейчас поступает очень мало. Да, возможно, они пользуются просто услугами государственных СМИ. Добавляйте. Рейтерс только что со ссылкой сообщила, что военные действия идут без приказа действующих властей, что действительно подтверждают попытку переворота. В город введены танки, стрельба с обоих сторон. В Стамбуле перекрыты мосты, перекрыто движение по мостам через Босфор. Перекрыт Босфор. Ну и снова-таки еще одно агентство ФС сообщает, что жители Анкары слышат звуки стрельбы прямо в эти минуты. То есть мы следим за оперативными новостями, будут еще какие-то новости, мы обязательно сразу об этом вам сообщим. Тарас Загородний. Ну, по поводу... Мы закончили на том, стоит ли их вообще выпускать под залог. Еще большой вопрос, куда эти залоги деваются. Ну, смотрите, тут питание все-таки гуманизации. У нас, на жаль, в нашем следствии часто використовывается сама посадка в СИЗО, как способ тиска на людей. Давайте не будем вот это приходить. Воно завжди у нас существовало. Пока у нас не вырешено это питание и вырешено питание дотримания процедур, в данном случае существование застав, воно даёт возможность людям все-таки не сидеть и не поддаваться тиску следствия. Это, по-перше. По-друге, щодо всех справ, которые сейчас... Иснует великий риск, что эти все карные справы на чем не закончатся. А если они на чем не закончатся, неможливо потом будет порушить справу за этими же самыми эпизодами. Это что означает? Что в результате это все будут просто честные люди. То есть это коррупционерам во благо? Это надо разово у нас было легализация через суды и так далее. Это юристы могут подтвердить, что существовали такие схемы. Что касается, что повернем мы гроши с кордона, я скажу 90% что не повернем. Гроши Лазаренко мы так и не повернули доси. Это прошло 20 лет. Это по-перше. По-друге. Захидные страны не такие идиоты, чтобы повернуть гроши. Их себя влаштовывают так. Гроши куда идут? Они перекачиваются с Украины 11 миллиардов. Куда? В иноземные банки. Они там работают на их экономике и так далее. Они найдут 120 причин, чтобы ничего не повернуть. Так, так что давайте мы будем... Татьяна Острикова. Так, Сергей, мне не нравится, что вы делаете. И вы у меня просили слово. Я вам сказал, что следующая Татьяна Острикова. И вы сейчас пытаетесь ввести в очереди. Нет, не выйдет. Татьяна Острикова. Я не буду негативизировать, но давайте разберемся, звідки Василишин взявся в уряди. Вот это ключевое питание. Потому что мы бегаем за хабарниками. Знаете, уряд набирают на работу людей, которые, очевидно, являются хабарниками. Я вам отвечу так. У нас еще не было ни одного уряда, в котором работали бы кристально честные люди. Это тоже вопрос. Закончим эту тему. Татьяна. Это тоже вопрос. Я бы хотела сделать висновок из испанской истории. Если посмотреть, то Степана Черновецкого суд взял в уряд без права внесения заставы. Отже, мы из этого можем взять пример, что там испанский суд уповноважен, там есть возможность выпустить человека под заставу, но испанский суд, уповноважен в конкретной справе, взглянувши конкретные материалы и доказы, и суспильную безопасность оценить подозрюванного, постановить решение, которым сказать, что эта человек не может быть выпущена под заставу. И я вважаю, что мы тут присутствием народные депутаты должны этот позитивный европейский перейти, имплементировав свой криминальный кодекс. Криминальный процессуальный кодекс. И наступная вещь, которую я хочу сказать. Особенно для меня, тут говорилось про эффективность работы сейчас и активизацию разных правоохранных органов. Особенно для меня индикатором будет по Генеральному прокурору тот факт, когда будут эти Вайцеховские, которые функционируют так же на митнице в государственной фискальной службе, отдельные представители сидят в парламенте, когда они будут так же посажены, как сегодня посажены Вайцеховские. Это для меня будет индикатором. Сергей Каплин, как вы считаете, не получится ли так, что коррупционеры просто договорятся в суде? Суды у нас на сегодняшний день остались старые. Ну, первое. Мы, який час тому, вносили разом с коллегами изменения до Криминального кодекса в частині доведения легальности тех денег, которые даются в качестве заставы. Это кричущая норма, которую нужно сегодня принять. И это действительно будет серьезным правительным механизмом, чтобы избежать выхода на свободу коррупционеров. Другое. Я не вижу человека, которая бы утверждала, что эти деньги мы повернем. Мы не повернем. Так же, как мы не повернем деньги Януковича. Нам нужно догонять другие деньги. Гроши экс-премьер-министра Яценюка. У Генеральной прокуратуры Украины есть 2000 справ на его окружение и на него проведение. Про это знает Юрий Витальевич Луценко. Я еще раз, я прошу вас. Что вы... Слушайте, его уже давно не ма в краю, а вы продолжите быть его адвокатом. Сергей, вы хотите ничего брешите, так хоть брешите без краси. Не перебивайте меня. Не перебивайте меня. Поверьте. Вин сидитиме в язнице. Обовязково. Прийде час и сидитиме. Обовязково. Друзья, вы варуйте время. Я закинчу тезу. Я вважатиму Юрия Витальевича Луценко, за призначение генпрокурора, за которого я голосовал, народным прокурором, только в том случае, если он начнет проведение по Яценюку. Это те деньги, которые реально можно вернуть. Это больше 7 миллиардов гривен, за свидетелями пана Гордієнка, который осуществлял Держфенинспектор, и армией фенинспекторов, расследовавцей справы, и передав в Генеральную прокуратуру. Это те деньги, которые мы можем догнать, и эти деньги пойдут на потреби простых людей. Вы в громкие приговоры верите или нет? Нет. И что для вас вот эта волна последних недель громких арестов? Конечно, просто популяризм, как всегда. Почему прокурор должен быть народным? Прокурор должен быть профессиональным. Никто не должен иметь даже подозрение, что прокурор имеет отношение к какой-то политической силе. Вы тут все апеллюете к какой-то европейский опыт. Так довелось мне прожить много времени в Европе. Я еще раз скажу про то, что в Европе разом с каким-то там Яйциновским были бы заарештованы все, кто принимал участие в этой схеме. А не одна б людина была заарештована, и теперь бы аплодировали. Вайцеховский, это еще забудовник. Ему дозволяли это делать через что тут сказали? Через суды. Где заарештованы суды, которые ему дозволяли протягом двух десятилетий делать эту схему? Никакого заарештованного. Поэтому заарештовали пешку, виконавцы этой схемы. Не заарештовали тех, кто дозволил эту схему. И это повторяется постоянно. Алексей, вот вы радуетесь арестом. Я радуюсь арестом. А если вдруг просто пешек арестовывает? Я надеюсь, что будут и судебные приговоры, и все будет нормально. Но вы знаете, очень важно то, что сейчас происходит в Турции. Я три слова хочу сказать о том, что происходит там. Потому что обратите внимание, когда началась такая атака на Турцию. Атаки за атакой, террористические. Недавно теракт в Стамбуле. Кто проводил теракт в Стамбуле? Граждане России. Когда это все началось? С того момента, когда Российская Федерация начала боевые действия в Сирии. И сегодня попытка военного переворота в Сирии. Вернее, в Турции. За последние десятилетия Турция пережила не один военный переворот. Нет, 20 лет в Турции не было военных переворотов. И я две минуты, и я хочу вам сказать. Нет, две минуты вы говорить не будете. Я скажу, что это очень важное событие, которое мы должны обсудить. Борислав, не успеем сегодня, извините. Борислав. Смотрите, я вижу, что на эфире все хорошо получается у многих. Интересная ситуация. На прошлой неделе коалиция пыталась протащить, чтобы до конца, до осени, мы все работали. Зачем было сделано? Для того, чтобы эта неделя была свободной, чтобы не было голосований. И что мы видим на этой неделе? Голосований таки не было, мы это увидели. И почему-то, и почему-то никто не поднял вопрос о том, чтобы работать до осени. Никто! Важные законодательные акции не приняты. Судьей, судьями мы не разобрали. ЦВК мы не переизбрали. Достаточно масса вопросов. Но это не помешало. Сегодня всего лишь сотни депутатов. Скажите, что я не прав. Прийти в честионный зал. На табло было 280 депутатов. 288. В зале сидело сотня. Самое главное при всем при этом. Самое главное при всем при этом. Помните фразу? Всех вас призывал. Белые приходят, грабят. Красные приходят, грабят. Хватит грабить. Начните работать. Хочу напомнить, как я в этой студии неоднократно всех присутствующих депутатов призывал поработать еще один месяц и даже обещал, что пожертвовал своим отпуском ради этого. Но, к сожалению, вы своим отпуском пожертвовать не смогли, не захотели. Уходит поэтому в отпуск не только парламент, уходит в отпуск и программа «Черное зеркало». Мы вернемся к вам раньше, чем это сделают народные депутаты. У вас сессия начнется 6-го числа. Наш первый эфир 2-го сентября. Пожалуйста, приедьте раньше с Морей, присоединитесь ко мне в этой студии и поприветствуйте зрителей. Оценим качество вашего загара. Это было политическое ток-шоу «Черное зеркало». Я очень рад вниманию каждого из вас. Спасибо, что смотрели. До скорой встречи 2-го сентября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова